Да, да, мне очень приятно, что довелось выступить перед вами. Действительно, я хотел бы посвятить свой доклад проблеме неореакции как такой философской проблеме, да, и осветить основные концепты, с которыми работает это направление, и попытаться как-то связать их с тем, что происходит в современном искусстве. И первое, что необходимо говорить, это то, что мы не можем мыслить политический эссенциализм сегодня, да, то есть мы не можем сказать, что то или иное направление левое, да, или то или иное направление правое. Как правило, мы вступаем в зону такого очень важного конфликта, когда вещи и ситуации постоянно переформатируются. И сегодня такому переформатированию подлежит на наших глазах, собственно, современное искусство, да. И если мы раньше могли еще сказать, что современное искусство прочитывается в основном по-левому, как критический дискурс, да, то сегодня возникает огромная тенденция, о которой я сегодня буду говорить, такого реакционного подхода к современному искусству. И эта тема, безусловно, связана с так называемым реакционным поворотом, да, который сегодня весь мир, собственно, переживает. И я считаю, что нам важно обсудить это и выработать какие-то понятия, чтобы как-то к этому отнестись. Но для начала я хотел бы представить некоторый взгляд на то, что... На, собственно, на интерпретацию авангарда, да, на интерпретацию авангардного жеста с точки зрения двух главных проблем современного искусства – это проблемы пространства и времени. Если мы с вами посмотрим тексты, например, сегодняшние тексты Хитта Штейрль или, скажем, Питера Осборна, который, собственно, и работает с пониманием современности, то мы увидим, что время обладает такой центральной функцией относительно понимания того, что именно делает современное искусство. И Питер Осборн трактует современность, собственно, буквально. Он говорит, что современность является воображаемым дизъюнктивным синтезом разного ощущения времени. Это значит, что в нынешнем состоянии современное искусство, собственно, производит современников. Только благодаря современному искусству мы можем с вами жить в некотором едином гомогенном времени. И этот подход Питер Осборн, собственно, и называет «либо везде, либо никак» в своей книге. Для него современное искусство как раз является операцией со временем. И, исходя из этого, исходя из отношения ко времени, мы можем переинтерпретировать, собственно, авангардный жест. И вообще до середины 19 века художник понимался как монополист образов. Существовала репрезентативная система. И художник был тем, кто обладает монополией на создание фигуративных таких образов. Но где-то в 19 веке появляется фотография, и возникает такой фундаментальный конфликт. Вдруг это поле художника потеснил фотограф. И фотограф стал говорить, что теперь я изображаю какие-то фигуры. Я могу лучше, да, репрезентировать эту реальность. И более непосредственно. И как раз возник тот дискурс технического воспроизведения, который рассматривал, безусловно, лучше всех, на мой взгляд, его отразил Вальтер Бенемин в работе произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Если мы прочтем сегодня эту статью Вальтера Бенемина, то мы увидим, что авангард занимает очень странное положение по отношению к этому центральному конфликту 19 века. И если мы посмотрим на одно из главных произведений авангарда, собственно, «Черный квадрат», то мы увидим, что Малевич не пытается участвовать в одной из сторон противоборствующих в битве за фигуративную репрезентацию. А он говорит, что нет, на самом деле этот конфликт, битва за образ, она может быть опосредована. И «Черный квадрат» представляет собой критику этого самого конфликта, критику вот этой самой образности. Во-первых, «Черный квадрат» совмещает в себе то, что делали художники, чем они занимались, живописцы. Они изображали что-то на плоскости. И Малевичу удалось эту плоскость, собственно, выявить как такой медиум, как главный медиум работы 19 века. Но и с другой стороны, и фотография, и живопись имеют в себе разделение на фигуру и фон. То, что позже будет названо пунктом, разделение на то, что в фокусе, и то, что на маргиналии. То есть какой-то центральный момент и какая-то периферия взгляда. И Малевич очень важно, что он говорит, что не будет вмешиваться в фигуративное. Я, собственно, сделаю шаг назад и эту фигурацию попытаюсь, собственно, опосредовать. И это, на мой взгляд, очень хорошо уловил Клемент Гринберг в своей работе «Авангард и Китч». Чем «Авангард» отличается от Китча? Не тем, что это более передовое, более прогрессивное искусство. А в первую очередь потому, что начиная с Малевича, создавая любое фигуративное произведение, ты уже создаешь «Квадрат Малевича». «Квадрат Малевича» уже вшит, как разделение на фигуры фон, как плоскость и самореферентность этого произведения. Это уже вшито в любую операцию, которую дальше будет художник разрабатывать. Но сегодня мы с вами сталкиваемся с новыми аспектами технической воспроизводимости. И это, в первую очередь, появление интернета. И если... что произошло после Малевича? Стало ясно, что художник уже не может делать оригинальные ауротические образы. И главным ответом на эту невозможность стала практика Дюшана, который стал именовать копии. То есть он ставил некоторую свою подпись на писсуар, выделяя тем самым этот писсуар из контекста. И тем самым теперь художник – это тот, кто обладает копией. Тот, кто совершает какую-то операцию с вот этой вторичностью, созданной технической воспроизводимостью или индустриальным производством. Однако и культуру XX века можно рассмотреть в этом разрезе как художника, работающего с вот этой реальностью. Однако в 90-е уже годы, да, с возникновением интернета у художника и это право забрали. Потому что если мы сегодня посмотрим на интернет, то многие практики в духе создания мемов, коллажирования, да, на самом деле многие практики, открытые в авангарде, они радикально демократизировались. И сегодня все представляют собой такого действительно авангардного художника, который просто ставит подпись под какой-то мем, скажем, да. Или там собирает коллаж благодаря фотошопу и так далее и тому подобное. Соответственно, вот эта зона, открытая авангардом, снова оказывается под вопросом, что такое художник сегодня, когда, собственно, мы живем в эпоху таких виральных видео, да. Соответственно, вопрос о копии, да, о каком-то таком потоке не может быть опять поставлен. И я знаю многих студентов, да, в том числе в разных институциях по миру, которые спрашивают такой вопрос. Я вот хочу создать YouTube-канал, да, YouTube-видео и сделать своего рода вайрл, да, виральное такое видео. Или я хочу в галерее выставить найденные видео с YouTube, это тоже сейчас очень популярная методика. И я хочу обратить ваше внимание, что эта позиция, собственно, становится позицией современного интернет-кича, да. То есть ты уже работаешь в заданных рамках интернет-дистрибуции, да, интернет такой репрезентации. И здесь, на мой взгляд, интересно обратиться к другой работе Дюшана, знаменитый «Реди Мэйд», колесо его, да. И эта работа Дюшана обладает той же функцией по отношению к контексту, что и картина Малевича, которая опосредовала фигурацию. Если мы прочитаем интервью Дюшана в беседе с Элвином Томкинсом, эта книга доступна, да, на русском, он трактовал этот «Реди Мэйд» следующим образом. «Футуристы любят скорость», он говорит, то есть скорость — это главное определение для футуризма. И я сделал этот объект, чтобы скорость всегда была со мной. И он сидел на кресле, и в любой момент времени он мог крутить вот это колесо, да. И вы видите, что здесь, так как Дюшан развивался в кубистском и футуристском контексте, он сделал тот же самый жест по отношению к футуризму. Маринетти, да, в своем манифесте обожествлял скорость. Он говорил, что скорость и автомобиль являются центром, да. Некоторые машины, да, вот автомобили должны занять место в произведении искусства. Но Дюшан здесь делает важную ремарку. Мы можем, опять же, критически отойти назад и опосредовать наше отношение к скорости. И выделить скорость как вот такой отдельный объект. И что интересно, что здесь совпадает с Малевичем и с Дюшаном, что это является некоторой приостановкой истории, да, приостановкой потока фигурации или приостановкой, собственно, скорости. И это, безусловно, согласуется с идеей Малевича, которая выражена в его призыве «Идите и остановите прогресс». Таким образом, произведение искусства как бы на самом деле здесь останавливает скорость и дает нам понять, что скорость, собственно, есть, да, что скорость может быть выделена в определенный объект. И здесь я хотел бы обратиться к другой важной теоретической работе по поводу Дюшана. Это работа Териде Дюва, которая называется «Кант» после Дюшана. И как мы видим, то, что сделано здесь в отношении скорости и некоторого темпорирования, да, потому что скорость — это временное передвижение в пространстве, вот Териде Дюв говорит о том, что на самом деле Дюшан производит некоторую кантианскую операцию, потому что Кант в критике способности суждения, да, и в критике чистого разума показывает, что время обладает таким парадоксальным характером, оно как бы может быть слеплено с объектом, соответственно, оно может быть в каком-то смысле объективировано само по себе. И процедура критики, да, уже в кантианском смысле, является вот этим отходом назад и попыткой опосредовать вот этот вот скоростной конфликт, да. И, как вы понимаете, сегодня, когда мы говорим в терминах интернета, да, когда у нас есть интернет-дистрибуция, сегодня действительно, как никогда, важно отношение современного искусства со временем. И, собственно, интернет и является такой зоной скоростей, да. Собственно, мы описываем интернет, когда говорим о скорости интернета, да, но также мы и говорим о серфинге в интернете, как перемене, различные перемене модусов временности. И оказывается, что в интернете пространство безгранично, но здесь мы должны обратить внимание на определенную экономику нашего внимания, да, что мы не можем посмотреть весь YouTube, да, мы не можем посмотреть все видео в интернете, и мы вынуждены выбирать наши маршруты и двигаться по этим маршрутам с определенной скоростью. Соответственно, вот эта позиция о скорости, которая была поставлена футуристами в таком индустриальном духе, сегодня может быть поставлена в таком просто индустриальном ключе, как сегодня происходят вот эти трассировки смыслов, трассировки образов, создание вот этих, создание и пересоздание вот этих постоянных картинок. И здесь как раз и выходит на первый план, собственно, понятие neoreaction, да, которое я вас призываю видеть не в общем ключе, а как просто реакционное, что-то реакционное. Нет, это вполне конкретное направление мысли, которое было задано таким блогерам, да, вот уже сама философия происходит в блогах, в таких Менсус Мольдбаг, Менсус Мольдбаг. Но самый важный, наверное, представитель вот этого направления неореакции является, безусловно, Ник Лэнд, и его тоже блог, который называется Dark Enlightenment, то есть темное просвещение. И интересно, что основная мысль Ника Лэнда как раз и кроется в его отношении со временем, да, то есть он говорит о том, что цивилизация, собственно, концепт цивилизации является постоянной попыткой приостановки того, что он называет real time, реальное время. Это время, которое никак у нас в жизни не структурировано, которое никак не доходит до собственной репрезентации, да, это вот какие-то наши повседневные дела или какая-то темпоральность такая вот общая для нас всех. И возникает функция цивилизации, которая может брать это время и превращать его в объекты. И с точки зрения современного искусства я с этим связываю огромное количество loop-видео, да, то есть вот эта эстетика зацикленного видео, которая создает некоторую объективированную темпоральность, да, или темпоральность второго порядка, да. Мы приходим на биеннале, да, приходим в музей современного искусства, и что мы там видим? Мы там видим постоянно работающую некоторое иное измерение времени, да. И это как раз то, что Ник Лэнд называет цивилизационным, да, то есть цивилизация выделяет наше отношение ко времени и превращает его в объект. И, соответственно, вот это вот движение, оно как раз для таких реакционных мыслителей является принципиальным, потому что мы получаем возможность постоянному пересозданию повторения, да, и, собственно, реакционная мысль, она на этом и основывается. Будучи реакцией на Великую Французскую революцию, основная проблема консервативных мыслителей заключалась в том, что как все время боссоздавать порядок, в котором революция невозможна. То есть необходимо всеми силами остановить революцию, да. Но мы ее всегда можем останавливать только в том случае, если мы используем наш контекст, мобилизуем наш некоторый контекст для того, чтобы избежать вот этой революции. Поэтому неореакция – это попытка такого, на самом деле, восстановления, да, постоянного повторения в современном мире, где мы сталкиваемся с проблемами интернета, да, с проблемами вот такой вот дистрибуции. И интересно, что в искусстве неореакция, она не выражена тем, что вы вдруг обращаетесь к холсту и маслу, да, что вы вдруг из другого мира, да, начинаете там рисовать лес, да. Абсолютно нет. И в этом заключается огромная сложность, да, с которой мы здесь сталкиваемся. Неореакционеры, их по-другому еще существует в интернете такая «map of neoreaction», вы можете к ней обратиться. Существуют реакционеры, которые, наоборот, говорят о том, что необходимо использовать все технологические средства, ну и каждый по-разному, например, чтобы восстановить монархию, да. То есть разные идеи присутствуют. Но, тем не менее, монархия может быть восстановлена только в интернет-обществе, да. Соответственно, с использованием видео, да, с использованием блогов, с использованием всех новых средств. И сегодня мы не можем, собственно, отличить внутри современного искусства то, что, соответственно, я маркирую как неореакционность, да, от того, что происходит в таком официальном поле, в духе, там, биеннале постоянной, да, или там различные какие-то выставки, различные какие-то проекты. И, на самом деле, здесь оказывается важным вот это вот отношение опосредования, вот эта вот постоянная кантианская процедура, которую Ник Лэнд описывает, дошедший до своего предела, конечно, в бытие и времени Мартина Хайдеггера. Он говорит, что, собственно, у Мартина Хайдеггера время уже может разделяться на некоторые объекты, да, и время может быть представлено как в таком нечто, в таком вот застывшем виде. И, соответственно, вот это распределение времени, им-то, собственно, и занимается современным искусством. Потому что, куда бы вы ни приехали, вы всегда сталкиваетесь с биеннале, да, с такой выделенной системой, где вы наблюдаете постоянно вот этот видео-арт, который вас зацикливает, и вам кажется, что на самом деле все окей, да, что на самом деле вот мы все живем в некотором общем таком потоке вот этого репетишн, вот этого повторения. И Хиттештейль замечательно маркирует эту систему как прокси, что современное искусство, вот разделенное на куски пространства и времени, представляя эти куски пространства и времени, на самом деле выполняет функцию прокси-сервера. То есть вы... что такое прокси-сервер? Это как раз вот это опосредование, через которое вы можете каким-то образом отнестись к собственному проживанию жизни, да, то есть к собственному ощущению времени. И вот это состояние, оно всегда помечает такой экран, который современное искусство как бы накладывает сверху реального мира. На самом деле у нас мы все проживаем время по-разному, да, вот это самое real time. Но когда мы приходим к этому единому языку современного искусства, построенному на видео, построенному на такой эстетике веб, да, такого интернета, то мы видим, нет, на самом деле у нас есть нечто единое, да. И в свое время такой важный теоретик Андерсон сказал, что чтобы построить нацию, вам нужно две вещи. Это, собственно, print capitalism, то есть печатный капитализм, и национальный музей искусства, да, то есть музей, в котором вот этот нарратив. Но сегодня этого уже недостаточно. Национальный музей никакой роли в неореакции не играет. И, собственно, print capitalism тоже. Соответственно, сегодня, чтобы удерживать понятие нации, вам необходимо то, что мы называем интернет-капитализм, да, то есть интернет-капитализм, и Biennale, да, вот Contemporary Art Center, да, или Biennale, ну вот, или Biennale, да, которая производится. И если мы проанализируем риторику последних крупных Biennale, то они связаны, безусловно, с двумя движениями. Во-первых, это реакция на социальную Biennale, да, очень социальную Biennale Жмельевского, да, которая была во многом встречена негативно, да, то есть это считался провал, и до сих пор все говорят об этом провале. И интересно, что как результат этого провала возник страх говорить о социальном в поле Biennale. И этим страхом как раз и запускается, например, Берлинская Biennale, да, там этот страх, он выражен в этой основе, что на самом деле мы можем относиться только иронически, да, и ирония становится главным моментом описания вот этой вот системы. Но также в этом берлинском контексте вы могли видеть огромное количество там проектов, посвященных биткоин, да, то есть интернет разным штукам, шерингу, шеринговой экономике. И эти проекты так или иначе фиксировали нас вот в этой вот реальности интернета или, скажем, постинтернета. Но, как заметил один мой знакомый, что когда он пришел на эту Берлинскую Biennale, он понял, что где-то подобное он это видел. И он видел это в ГУМе, потому что в ГУМе, был такой момент, я сейчас тоже расскажу, я не знаю, были ли вы на той Biennale или нет, московской Biennale, где в ГУМе. Было, было, да. Он участвовал там. Да, в ГУМе. И вот вы едете по эскалатору, и там вам предлагают парфюм различный, да, там вот вы взаимодействуете с таким товарным дизайном, да, все окей, поднимаетесь на этаж, и там вот искусство. Но еще был такой забавный случай, мы шутим все время на эту тему, что Агамбланд как-то раз приехал читать лекцию о святости. У него была лекция, очень интересная лекция о святости в ГУМе, на последовательном этаже ГУМа. Вот, и туда пришли... Это было самое начало вот этого Biennale в ГУМе в Москве. И, значит, все туда пришли такие в шубах, люди в шубах, и они слышали, и на последнем где-то этаже ГУМа они слушали лекцию Агамбана, вот, о святости. И когда случилась вот эта Берлинская Biennale, оказалось, что эта Biennale в ГУМе была пророческой для всего Biennale контекста, да, что, на самом деле, Россия, да, в каком-то смысле стоит во главе такой акселерации, да, вот этого Biennale механизма. Там Петер Вайбель были все-таки. Да, Петер Вайбель был куратор, да, который как раз и говорил об этих технологических вопросах. И на Берлинской Biennale тоже вы приходили, вы приходите, и погружаетесь в такую атмосферу корпоративного дизайна, в атмосферу такого вот очень модного, да, видео или постинтернет там был впервые представлен, который раньше, на самом деле, являлся маргинальным, да, в отношении Biennale вот этой системы. И, собственно, это вызывает тревогу, да, то есть вот эти процессы, связанные с иронией, да, с таким видением технологии вызывает некоторую тревогу и заставляет, конечно, вспомнить последние пассажи Вальтера Бенниамина, посвященные футуристам, да. Я вот там на Фейсбуке, там мне сказали, что осторожно, да, там. Меня там окликнули по поводу футуризма, что эй, ты. Вот, но я все-таки скажу, я хотел избежать исторического какого-то анализа футуризма как такового, но, тем не менее, это я ничего не выдумываю, да, то есть это написано Бенниамину в конце его работы о произведении искусства в эпоху технической воспроизводимости. Он приводит слова Маринетти о том, что вот война, да, знаменитые слова о том, что война является величайшим эстетическим таким действом, и, собственно, в войне все эти паровые машины, или нет, не паровые машины, ну, в общем, газовое оружие, да, газовое оружие. Вот это газовое оружие, вот эти танки, вот это все, это и есть, это круто, да, потому что это и есть бум эстетизма, вот и художники игнорировали все время это, но мы должны обратить внимание на войну. И Вальтер Беннимен делает очень важную ремарку. Он говорит, почему так говорят футуристы? Они так говорят, потому что именно в войне технология может быть полностью воплощена. Тот уровень технологий, который есть, она полностью может быть выражена только в войне. То есть искусство, да, где ты там что-то партикулярно делаешь там у себя как-то, что-то, не может выразить вот этого бума технологического. А этот бум технологический должен быть выражен обязательно. И только война может его выразить. Своего рода машина таким образом подчиняла в тот момент войну и использовала войну, чтобы показать, как все здорово, да, вот у нас тут есть разные, разные там методы борьбы, методы войны и так далее. И на самом деле это противоположно многим медиа-теоретикам, например, Китлеру, который говорит, что искусство является оборотной стороной войны, потому что оно использует технологию в таком пацифистском режиме, как бы наоборот. И вот Беннимен говорит, что ничего подобного. На самом деле искусство не может выразить технологию, и поэтому для технологии требуется война. И в этом смысле, если мы перенесем вот этот вопрос на сегодняшний, в сегодняшний такой контекст, то окажется, что сегодня мы не можем говорить о войне в таком старом режиме, но сегодня мы можем говорить о различных террористических или околотеррористических дискурсах, которые построены на интернет-дистрибуции образов. Это вам, безусловно, знакомо по видео ИГИЛ, которые очень, собственно, в эстетике постинтернет, можно даже сказать, они сделаны. И еще очень важная ремарка, то, что, я не знаю, слышали вы или нет, был скандал с тем, что ИГИЛ разрушают памятники искусства, но дело в том, что позже я слышал о том, что это были не памятники, а 3D-копии, созданные на 3D-пинтере. То есть там было... Да, что бессимистские музейщики, все предвидев это, сделали копии и припрятали оригиналы. Ой, ничего страшного. Нет, ну оригинально оригинально оригинал. Да, на самом деле продают оригиналы, и это не только экономики, а разрешают... Но там еще более скандальная информация была о том, что это было сделано все, ЦРУ делала какую-то специальную программу, и какая-то неопознанная часть видео ИГИЛ произведена в каких-то... Павильонах. Павильонах. Но заметьте, что вот эта такая дискурсивная истерия, связанная с ИГИЛ, она является результатом современного отношения к технологии. Когда можно 3D-принтером распечатать что-то, и тем самым мы входим в такую... Вернее, в 90-е годы она была сформирована, мы вошли в такую эпоху нового репродуцирования, которое Вальтер Бенниамин даже не мог себе помыслить. И, соответственно, остается вопрос. Я веду к идее о том, что вот эта берлинская биеннале, она может быть рассмотрена как некоторый футуристический проект, который некритично использует технологию как средство, как средство создания искусства и так далее. Например, если мы возьмем Новицкову, которая работает в эстетике постинтернет, что она делает? Она представляет какие-то дигитальные объекты в материальной форме. И это такой вот перенос, некоторое использование. Игра на вот этом дистрибутивном, с одной стороны, с другой стороны оригинальном. Но это мы не можем считать в этом ту самую критическую операцию, которую проделывает Малевич и больше все-таки Дюшан по отношению к скорости. Поэтому все эти проекты так или иначе идеологически закрепляют наши отношения с технологией, эстетизируют интернет, если сказать так вот прямо, эстетизируют отношения. Даже не то, что коммерчески, даже не в этом дело, а они представляют нашу реальность как продолжение интернет вот этого проекта, где вот Бенни написал флонера, и флонер сегодня стал серфером по интернету. И так как мы серфим в интернете, так же мы теперь и относимся ко всем проектам нашей действительности. Мы серфим теперь по улицам. Вот это чрезвычайно важный момент, что мы не фланируем, как раньше, среди вывесок и так далее, а мы именно серфим. То есть раскрываем вкладки, погружаемся, переходим по гиперссылкам. И одна из важных терминов, которые вводит Ник Лэнд на эту тему, является позиция современного Шанхая. У него есть текст, посвященный современному Шанхаю, где он говорит, что Шанхай, он как бы создан из различных вот этих интернет-темпоральностей, где ты просто входишь по вкладкам, где разное возможно, а потом ты, знаете, как на Википедии, ты переходишь по ссылке, а там ничего нет. Ты спрашиваешь, а почему там как бы ничего нет? Ведь подчеркнуто синим. Ну, там нет... Ну, зачем подчеркивать синим таком духе? И на самом деле на нашу жизнь этот режим очень сильно влияет, мы даже не представляем как. Я вот общаюсь со студентами, я прихожу к выводу, что все читают разные книги. Я не могу найти двух человек, который за последние полгода прочел там две одинаковых книги, это практически невозможно. Все читают разное, но что объединяет людей, все смотрят одни и те же сериалы. То есть о сериалах все говорят, вот ты смотрел там «Игру престолов», и многие смотрели «Игру престолов», и вот здесь-то у них возникает современность, у них возникает некая общая темпоральность, которая управляется сериалами. Но что такое сериал? Сериал — это не просто восстановление романной формы после ее деструкции. Это определенная совокупность ожиданий, ты ждешь следующую серию, тем не менее ты к ней привязан, ты постоянно следишь за этим сюжетом. Мой друг, который смотрел «Игру престолов», он ее не смог смотреть, он говорит, я не смог смотреть «Игру престолов», потому что такое ощущение создается, что ты подслушиваешься кем-то на остановке, потому что там столько сюжетных вот этих вот линий, там говорят, вот этот дом, ты думаешь, что, какой дом, то есть непонятно, кто это, кто этот человек, он, оказывается, был в втором сезоне, да? То есть это какой-то убитый, да, там и воскреший, там вот, вот, все. И обратите внимание, здесь идет работа с вот такой фрагментированной темпоральностью, то есть чего какой-то вырван такой, приближается такой осколок реальности, потом другой приближается, да? Но тем не менее, что принципиально важно, это все обладает апокалиптическим, все это собирается, исходя из апокалиптического такого духа. Там идут эти ходоки, да, которые сейчас все уничтожат. И история, в итоге, вот эта фрагментированная история, она собирается воедино, да? И на самом деле я вас призываю вот этот режим восприятия перенести на современное искусство, да? Когда у вас есть биеннале, да, которое вы по осколочному собираете, а, там, я знаю этого художника, да, он работает с тем-то, тем-то, я переехал на другое биеннале, там, скажем, на шанхайское биеннале, там он же, да, вот, и ты вспомнишь, а кто это? А, так это тот. Так он во второй серии первого сезона. Да, во второй серии первого сезона, там, Наркявичус, там, или кто-то еще, он там делал то-то, и вот тот сделал то же самое, я его признаю. И здесь как раз возникает вот этот режим, когда вот эта темпоральная расколотость необычайно очень-очень хорошим таким образом соотносится с новой эпохальностью, да? Ты понимаешь, что вот биеннальный бум, мы все принадлежим к глобальному вирусу ревелого искусства, да, который противопоставлен тому-то, тому-то и тому-то, да, то есть, и здесь очень подходит, на мой взгляд, тот режим, в котором Ник Лэнд говорит об институциях. И тот режим, в котором он читает Деллеза об институциях и говорит, что любые фрагментарные институты, созданные временно, да, вот, будь то, там, базы, например, или что делать, такие институты, да, которые, или самоорганизованные сообщества, да, вот у него такой взгляд, что это и есть своего рода такой вот фрагментация времени, которая, к сожалению, для нас, да, позже всегда поглощается более крупной, более крупной институцией, которая претендует на такую глобальность, и в Москве мы можем это видеть. Дело в том, что я вот участвую в самоорганизационной институте, Центр Красный называется, и вот мы там с друзьями, там, работаем, там, что-то делаем мы, и это все пронизано, включая, и я сам о себе критически говорю, да, это все было пронизано такой анархистской институциональной риторикой, да, о том, что мы самостоятельны, мы там сами все делаем, нам не нужны вот эти гаражи, там, и так далее, но на самом деле, если обратиться, да, к судьбе того, что сейчас происходит, да, вот это было, там, год назад, я говорю о тех процессах, которые были год назад, мы все вот это говорили, я там делал выставки об этом, и так далее, и тому подобное, но в итоге оказалось, что мы являемся просто вторичным, таким, скамейка запасных, да, в гараже, которая сидит, там на поле люди играют, и мы вот скамейка запасных, мы там делаем выставки, и в итоге что получилось? Возникла ситуация в гараже, да, когда вот сделали проект большой, посвященный самоорганизованным сообществам, и все узнали, вот нам там выдвинули на инновацию, там наш проект, да, ну все рады, как бы, все, и вот мы самоорганизовывались, но в этом есть что-то, вот обратите внимание, что в спорте, например, это так не сработает, то есть, например, футбольный союз не может сказать, вот у нас ребята играют во дворе, пусть продолжают играть, там мы ничего не будем делать, просто вот смотрите, отлично они играют, у нас есть футбол, вот он там во дворе, ребята собираются, играют, и вот мы собирались и делали искусство, и гараж просто сказал, окей, все отлично, вот у нас есть ситуация, пожалуйста, да, вот, и просто взял и поглотил, да, в собственный контекст, и в собственную рамку репрезентации, то, что мы делаем, и с одной стороны, если мы посмотрим на выставки Центра Красного, они такие же, как гаражные выставки, то есть одно и то же, но то же самое, тот же режим, та же работа с видео, да, те же, в основном, там разные, там, ну что обычно встречаются, там объекты, я не знаю, не объекты, не важно, но без денег, да, то есть все то же самое, но просто без денег, и так как это обладает такой слабой инфраструктурой, гараж как раз и может представлять через свой режим репрезентации то же самое, просто без конфликта вносить в свою институциональную систему выставки наши, и это именно то, как депрессивно Ник Лэнд описывает состояние современного мира, он говорит, что вот вы думаете, что вы можете существовать самостоятельно, институционально, но это происходит до тех пор, пока не придет более большая такая рыба, да, и просто вас, она включает на уровне, на уровне такой, большей структуры, и что говорит Ник Лэнд как представитель на ее реакции, он говорит, что это и есть хорошо, то есть на самом деле, вот в чем здесь отличие нео-реакции, что они увидели этот процесс, да, Мольдбак, например, или, скажем, Ник Лэнд, они говорят, что да, у нас все время существуют вот эти ассамбляжи мелкие, например, ДНК, которые отчуждаются в пользу, я не знаю чего, ну, то есть там, ну, понимаете, да, там есть молекулы ДНК, которые входят потом в эти цепи, в эти цепи входят в другие, в клетки, там, и это все расширяется, расширяется, и в какой-то момент, говорят представители нео-реакшн, да, возникает на national state, да, вот где-то в этом есть ДНК, возникает объект национального государства, который так или иначе поглощает все, все, что было создано. и момент здесь заключается в том, что мы можем по-разному относиться к вот этой экспликации видения, но мы должны его учитывать, да, мы должны учитывать, что если мы создаем какое-то самоорганизованное сообщество, да, скорее всего, мы подписываемся под последующим поглощением, да, то есть, и, соответственно, на этом пути критику, критике нельзя найти выход, да, то есть мы не можем просто отколоться, да, и образовать свою какую-то территорию, как многие современные левые, да, считают, да, вот, они говорят о том, что можно существовать в трещинах капитализма, да, ну, это, это, собственно, активный термин использующий, что вот там можно какой-то, взять, захватить парк, и в этом парке построить некую справедливую, да, справедливую инфраструктуру, но, тем не менее, это все... А молодежь читает Джон Холуэй, помнишь, был такой? потому что он какой-то исчезнул все, но вот его книжка, 2003 год, по-моему, How to change the world without taking power, да, конечно, она являлась таким большим, как бы, феноменом, потом над ней много стыбались, How to change the world without changing anything, да, да, но, как бы, собственно говоря, он представил такую альтер-глобалистскую концепцию, такую, и там оттуда идут крэкс, да, крэксов капитализма, да, вот эти знаменитые... Наполнение крэксов, расширений, потом все трещины, да, вот дело в том, что Ник Лэнд замечательный, в первую очередь, тем, что он говорит, что нет никаких крэкс, да, что любой крэкс, это временное, да, что потом в итоге все это входит, да, входит, входит, входит в более такие опосредующие ситуации. И, соответственно, если переходить к некоторым выводам, да, которые мы можем сделать из вот этой пессимистической картины, вот того самого Dark Enlightenment, то есть что делать? Соответственно, мы не можем организовать более мелкую биенналь, да, которая противостоит вашей биеннале, да, то есть что многие пытаются сделать, да, то есть что мы не можем противопоставить системе искусства. На Канонерском было экологическое биеннале. Да, да. Соответственно, и в этом, на мой взгляд, прочитывается еще один очень важный конфликт. Это конфликт между анархистами, да, и большевиками. Анархисты говорят, что можно обойтись без структуры, да, они говорят, что государство должно исчезнуть, да, как такой, как главный агент капитализма. А большевики говорят очень интересно. Они говорят, что нет, государство должно остаться, но оно должно быть правильным государством. То есть оно должно быть пролетарским государством. Соответственно, у них нет вот этого отношения с расколотостью, которые очень часто берут на себя самоорганизованные сообщества. Сухаил Малик, такой известный критик сегодняшний, он называет позицию современного искусства анархореализмом, что на самом деле, что это значит, что ты якобы можешь отдельно существовать в своей какой-то области, и все создают такие области, но на самом деле мы все оказываемся в итоге подключены к общей ситуации. И один из главных таких итогов, связанных с этим, тоже я призываю мыслить в таком ключе, что на самом деле существует культурная политика, например, в России сейчас существует культурная политика. И сообщество современных художников, оно не может просто сказать, а пусть делают что хотят, мы там сами себе замкнемся, да, сами в себе и будем существовать, да, или там какую-то проращивать альтернативу, да, сквозь вот этот мир. На самом деле нет. На самом деле мы должны оценить себя как участники именно общей ситуации культурной политики в России и понять, каким образом, на каком основании мы входим в сегодняшнюю реакционную повестку, потому что она сегодня, естественно, до предела реакционная. Но обратите внимание, что эта реакционность обладает языком современного искусства. Самая частая, на мой взгляд, ошибка, которая создается, это сказать просто, что, например, культурная политика Микинского, это политика человека, который вышел из леса, да, и просто пытается тут что-то сделать как бы вот из леса. Или то же самое, мы не можем сказать, что, мы не можем сказать ИГИЛ, что Аллаха нет. То есть вы просто пропустили эпоху просвещения, да, его не существует. Я не знаю, чем вы тут сгибаетесь, но его нет. Мы не можем так сказать. Мы видим, что вот эти структуры фундаменталистские, они воссоздаются на новом уровне. И лучше всего это интерпретируется с тем, что случилось с Канзасом. Да, вот есть такая книга замечательная «Why Kansas is wrong?» Да, почему Канзас не прав. И Канзас вообще был левым очень городом всегда, и там были левые инициативы. А потом вдруг он стал очень правым, он стал очень реакционным. И как раз мы должны оценить современный фундаментализм, что это не взгляд из прошлого, да, откуда-то они там, из каких-то темных времен, а они являются агентами самой современности. Что ИГИЛ это очень современный, Мединский очень современный политик, да. И когда мы понимаем это, мы можем оценить, каким образом нам действовать в этом контексте. Мы не можем просто отказаться, да, от того, что происходит. И здесь я хотел бы обратиться уже к политическому дизайну, да, к понятию политического дизайна, которое сегодня, собственно, заполонило там, вот у вас нету этого. Я вот походил немножко по городу, не увидел подобных вещей. А в Москве что? Например, есть такая фреска, ну такая вот стрит-арт-фреска, где Путин держит молекулу ДНК. Он вот так вот, значит, смотрит на вас, и вот держит эту молекулу ДНК. То есть он управляет, надо, технологиями, да. И там создается вот такой вот эффект, что технологии, они на самом деле идут на поддержание, да, вот этого, вот этой системы. И не так давно современное искусство вдруг его заметили, так скажем так. То есть политический проект наш вдруг заметил возможность взаимодействия с современным искусством. И появляется все больше выставок современного искусства, которые используют язык инсталляций, видео-арта, да, вот этого всего. Но при этом в них закладывается вот эта вот работа с реакционной, воссоздаванием истории, да, о которой мы помечаем как такую реакционную. И здесь я бы хотел вспомнить в первую очередь выставку, которая была на ВДНХ. Я сейчас забыл уже ее назвать. Семья современная. Нет, нет. Выставку на ВДНХ, которая была создана во время активной фазы украинско-российского конфликта. Она была построена, Дебальцево она называлась, она называлась Дебальцево. Была такая выставка. Была выставка. Я сейчас скажу, что я хочу сказать. Была выставка Дебальцево на ВДНХ. И что там было? Они что делали? Они переносили разные разрушенные объекты из Дебальцево на ВДНХ. То есть использовали технику ready-made, да, по сути дела. Брали какие-то там объекты войны, да, из Дебальцево, переносили, создавали... Было то же самое. На позапрошлой венецианской беннале тоже была такая инсталляция. Ну ладно, конечно. Но что там еще? Кадырово делает такую работу с корненью. Да, тоже переносит объекты войны. Да, переносит объекты войны. То есть вы видите, там использовались ready-made, да, из Дебальцево, где говорили, что вот идет там атака, да, там война идет и так далее. Создан был документальный, я специально ходил на эту выставку, создан был документальный такой дискурс для интеллектуалов, да. Если вы любите читать, то вы подходите там и смотрите, там, да, война идет, документы, факты у вас идет такая агитация вот этими фактами. Но вы приходите и вы смотрите, что культурная политика очень хорошо усвоила методы, вот все эти методы авангарда. Сегодня они становятся, они играют на воссоздавание национального, на nation building, да, на то, что называется nation building. И здесь мы как раз сталкиваемся с тем, о чем говорит нам Ник Лэнд. Мы не должны быть, мы не должны, если мы реакционеры, там, мы не должны с мотыгами выходить, да, но мы наоборот можем быть супер нанотехнологичны, да, мы можем быть, мы можем обладать всей полнотой технического прогресса и использовать языки там авангарда, но уже абсолютно в противоположном ключе, не как эмансипаторные практики, да, а как практики создания вот современного интернет, такого национализма, да, вот в этом духе. И что, собственно, делать, да, мы же, вот как критически отнестись к этой ситуации? И на мой взгляд, мы находимся в той же развилке, что и Вальтер Бенемин, когда он говорил о технических средствах воспроизводимости, когда он вводит свою знаменитую дилемму эстетизации политики и политизации эстетики, да, соответственно, я считаю, что мы должны не делать какие-то объекты, которые используют интернет, да, которые, но мы должны сделать объект, который в каком-то смысле опосредует наше отношение с интернетом, да, как в свое время это было, вот, выявлено, как я показывал у Дюшана, да. Соответственно, нам необходимо то, что не так давно такой художник Зек Блас назвал «Контраинтернет». Вот такой вот проект, который назывался «Контраинтернет». Это попытка выйти, да, из этого состояния на шаг назад и посмотреть, каким образом наши политические реалии, наши художественные реалии организуются в связи с этим новым, в связи с этой революцией репродуцируемости, да, когда есть интернет. Здесь еще чрезвычайно важно, что именно интернет, реальность сделала следующий поворот, что мы с вами понимаем факты, мы все оказываемся перед определенными фактами. Ты там, например, можешь войти в интернет и найти все, что угодно, то есть подтверждение всему, чему угодно. Любые факты есть. Факты есть, но никаких последствий не создается. То есть истины в бодиуанском смысле, да, никогда не возникает. И выставка в Дебальцево, она как раз это и показывает, что вас можно вот этими средствами, да, такими современными убедить в чем угодно, собрать какие угодно факты, да, и представить их как такое вот принципиальное высказывание. И, соответственно, но если раньше аура, да, то, что Вальтер Бенниамин называл аурой, она заключалась в конфликте между оригиналом и копией, да, что оригинал является... оригинал является такой вот удаляемой вещью, и копия берет на себя какие-то функции, то сегодня этот конфликт разыгрывается не между копией и оригиналом, да, а между, собственно, реальностью и гиперреальностью, да, то есть этот конфликт между тем, что мы называем real-time, и вот это вот произведенное время, да, вот произведенное благодаря разным темпоральным вот этим вот захватам, темпоральным практикам. Соответственно, еще что интересно, да, что раньше, вот Вальтер Бенниамин говорил, что аура исчезла, да, благодаря технической репродукции, но сегодня в современном интернете появляется новое определение ауры и ауротичности, это то, что Дэвид Джослид называет buzzing, то есть лайкать. Сегодня ауротичен тот объект дигитальный, да, который больше всего залайкан. И если раньше... Обратите внимание на теологическую схмену, да, если раньше аура всегда была связана с тем, что объект изъят, и не представлен, ты вот думаешь, о, там вот где-то Мона Лиза есть, она где-то не у меня в комнате, и мне нужно это присутствие форсировать, мне нужно поехать обязательно, да, и посмотреть. Это вот замечательно выразил Беккет, когда описывал счастье. Он говорит, что счастье — это всегда не для меня. А что это значит не для тебя? Оно всегда дано, но оно всегда дано как не для тебя, как что-то не твоё, да? О, боже мой, я очень боюсь собак. Ты боишься, да? Я очень боюсь собак. А, чё, 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 правда? Ну как, ты ведуша, ведуша, это наш душа студент. Моя, можно сказать, эспиранка. Добрый. Я очень боюсь всех собак. Марин, Марин, если можно, держи собаку. Тут у нас лектор. Да, я очень боюсь собак, это правда. Но, действительно, и раньше это было связано с изъятием, да, вот, объект изъят, и у него появляется некоторая дистанция, да, вот эта вот дистанция, которую мы хотим как-то восполнить. Но сегодня в интернете, вот в этой дистрибуции копий, да, различных, где всё, где уже нет разграничения между материальностью и нематериальностью, ауротичным является то, что больше всего подверглось вот этому электрическому импульсу лайка, да, что вот вы, скорее всего, пойдёте на события, ну, может быть, не вы, да, но кто-то пойдёт на события, если там много лайков поставлен, ты видишь, ого, на Фейсбуке это поднимается выше, соответственно, у этого создаётся такая аура такой залайканности, да. И это уже не негативное определение ауры, да, а позитивное определение ауры. И, собственно, сегодня художник не должен создавать лайкующийся объект, да, то есть своего рода он не должен вступать вот в тот самый конфликт, когда мы с вами пытаемся перегнать котиков в интернете, да, что вот я сделал выставку, где люди, да, где лайки. Или, как говорят представители постинтернета, если выставка не выложена в интернет, она не случилась, да. То есть вот если её не полайкали там в соцсетях, то её не было, как бы. Но я предлагаю не вступать вот как раз в этот конфликт, да, а постараться опосредовать то отношение в интернете, да, которая, вот этот конфликт, который перед нами дан, и помыслить вот эти объекты, как вот такую остановленную скорость, трафик, да, понятие трафика, да, и попытаться сделать работу, которая в каком-то смысле высказывается об этом трафике, да. И как она может выглядеть, да, вот Дюшан нашёл хорошую очень такую оппозицию, да, он оппозицию между скоростью и остановкой, которую она вроде бы на стуле стоит, но ты всё время имеешь доступ к скорости, да. И я думаю, что и сегодня мы можем помыслить такой объект, да, который опосредует наши отношения с тем, что реально и с тем, что гиперреально, да, в интернете. И вопрос остаётся открытым, как мыслить это, да. И, соответственно, я, если очень упрощать итоги лекции, я бы хотел сказать, что сегодняшний постинтернет, как он, эстетика постинтернет, в которой становится всё более модной, она представляется на уровне китча, да, на уровне того, что Гринберг называет китчем. Но нам нужно использовать все эти технические средства, дистрибуции и так далее, чтобы создать такую авангардную работу в нынешнем понимании, да, то есть, собственно, выразить вот это отношение всех нас с темпоральностью, которая захватывается, и скоростью, которая захватывается в интернете. Я хотел бы показать такую тоже, люблю эту работу очень. Это хита. Да, это работа Хита Штель, да, которая называется Liquidity Inc., да, ликвидность. И вообще она посвящена фразе, знаменитой фразе Брюса Ли «Будь как вода», и где Брюс Ли говорит вам «Ты должен быть как вода» и наполнять различные плоскости, да, то есть быть, но что это значит? Быть ликвидным, быть абсолютно приспосабливаемым ко всему. И что вот такой вот New Age принцип, да, быть как всё, смешаться там со всем, одновременно быть и чем-то, и ничто, да, вот эти все риторические фигуры, она прослеживает политически на жизни такого, я всё время путаюсь, когда описываю этот объект, в общем, она прослеживает на жизни конкретного человека, который был переселён в Америку по вьетнамской программе, да, вот... Дети-сироты. Дети-сироты. И дело в том, что его развитие целиком и полностью повторяет развитие США. То есть на его таком примере можно сказать, что вот он принадлежал одной экономической системе, потом система сменилась, он в этой системе нашёл себя по-другому, и сейчас он IT-менеджер, да, вот в итоге, вот сегодня, да, он стал таким... Мы не знаем, на самом деле, брат его... Брайан Пангут — это его брат, который в Флаксе, а тот его брат, который... Ну, там какие-то... да, вот... Но, да, дело в том, что... И в одной из вариантов экспонирования этой работы, это на самом деле работа о боевых искусствах. То есть там это тренинг по боевым искусствам, как быть абсолютно как вода, да. И мы здесь видим очень важный тезис современного такого капитализма, что всё может быть ликвидно, что всё очень жидкое такое, всё может быть как всё, всё может быть выражаться во всём... Текучий, трансформированный... Текучий, трансформированный и так далее и тому подобное. И здесь, конечно, выпадает целый ряд, целый дискурсивный пласт, который связан с тем, что на самом деле это неправда, да, с тем, что не всё может быть ликвидити, да, что есть вещи или поломки, да, которые как раз не соответствуют. Вот вы взяли, а вы сломались, да, скажем, вы не можете уже быть в каком-то смысле ликвидным. И ваше положение такой вот хрупкости, да, вот ощущение какого-то сломности, оно описывается как недостаточно ликвидное, да, как вы недостаточно просто приспосабливаемый к миру. И, на мой взгляд, это тоже очень важный конфликт интернета, да, потому что интернет вроде бы представляет всё очень ликвидным. Вы там, мы в Питере, да, вот мы можем снять, выложить даже лайф уже, мы можем транслировать спокойно, мы можем там быть везде якобы, да. Но, тем не менее, я бы обратил внимание на то, что капитализм, да, несмотря на то, что он пытается представить нас как таких ликвидити субъектов, да, что всё равно он создаёт после себя руинированность, да, руинированность, связанную с депрессивным состоянием, а депрессивное состояние у Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, да, вот очень хорошо маркируется как осколочность, да, вот он в одной из своих работ пишет о том, что я почувствовал себя тарелкой, да, которую вот так вот раскололи. Соответственно, в сегодняшнем мире существует такое очень важное, важная позиция хрупкости, да, и ликвидности, да, ликвидность идеологична, постинтернетна и бейнайна, да, в каком-то смысле, да, а с другой стороны хрупкость не находит позитивного, да, позитивного описания, да, она всё время представляется как у Фиджеральда в конце есть такая фраза, что меня нельзя поставить в ряд с другими тарелками, поэтому я сломаю. То есть вот всё время есть вот эта выброшенная, вот эта вот хрупкая тарелка, которую всё время производит капитализм. И в интернете мы знаем тоже таких субъектов, люди, которые удалились из Фейсбука, потому что они больше не могут жить, да, в таком режиме, да, ну и, собственно, вы знаете, что вопрос о травме, да, как такой вот именно крэк, да, никуда не девается, хотя всё пытается быть представлено, как вот такая вот вещь. И я бы тут обратил внимание, последнее, не буду никого задерживать. Идите, идите. Да, да, вы можете идти, да, я просто продолжу говорить. Я хотел бы обратить внимание в этом смысле на этику монтажа. У меня есть такая вот вещь, да, этика монтажа, осмысление этики монтажа. И дело в том, что куратор, да, как такая фигура интеллектуальному, в капитализме интеллектуальной, он никогда не связан с теми ещё индустриальными структурами на базе институций, которые образованы. Например, независимый куратор приходит в институцию, а там всегда есть монтажники, да, которые там всегда работают. У них там сообщество монтажников, у них там свои какие-то темы. А он извне приходит. И он кажется монтажником слишком ликвидным, да, он то исчез, да, с монтажа, да. Вот куратор всегда демонстрирует такую вот проектную неуловимость в этом смысле. А там надо, значит, монтироваться. И мы всегда приходим, и вот этот вот... А вот художник хрупкий на самом деле. Вот, ну сейчас. Вот, и как раз он представляет вот это смешение всех систем. С одной стороны, он говорит, вот мы делаем такую междисциплинарную платформу, но у нас там люди приносят микрофоны, всегда есть материальная база, да, которая ломается, да, вот особенно в России, да, она всегда вот ломается. Микрофоны не работают, мониторы там не подключены. И обратите внимание, что когда мы говорим о Бернинской Билале, там вообще человек знает, как ее организовать, да, то есть там нужно подключить все это, нужно все это организовать. И здесь как раз и дается стык между ликвидностью и хрупкостью, да, что мы всегда видим, например, какое-то видео, мы смотрим, и хоп, оно зависло, там, скажем, да. Вот эти вот моменты такие, нанохрупкости, да, они все время вторгаются, причем со стороны монтажа, да, вот что-то не так смонтировалось, да, и так далее, и тому подобное. И, на мой взгляд, вот это вот, вот это как раз состояние, что Биеннале вроде бы такое, в ликвидите, или в Белизанске, в сути, такое номадическое, на самом деле-то оно совсем не номадическое, да, потому что нужно сотребовать те культурные структуры, которые на месте даны. В Москве это монтажники, да, вот монтажные группы, перевозка работ, которая вот огромное количество сил занимает, и так далее, и тому подобное. А они на таможне еще занимаются? Таможне, да, вот таможне, или там невозможность как раз перевести что-то через таможню. Вот это является таким очень важным конфликтом, который, собственно, само Биеннале не замечает, да, вот для себя. И просто я хотел бы как раз тоже сказать, что здесь есть такая вот очень важная линия опосредованности, да, что, несмотря на то, что вот нам пытаются, Биеннале нам пытаются представить, что все вот так вот легко, и так вот все ликвидно, что на самом деле мы можем обнаруживать вот эти точки хрупкости вот в этих несоответствиях, и, собственно, каким-то образом их выражать, да, вот в художественном смысле или философском смысле. Вот. Я хотел бы завершить на этом сообщение. Давайте поднимайте руку, потому что я буду тогда модерировать, потому что у меня ракурс такой. Первая Оля, потом Йоэл, потом Лосин. Потом Аня. Потом Аня. Раз, два, три, четыре я взял, потом поднимайте, будем использовать по стен. Давай, пожалуйста. Я, кстати, тоже подниму руку, займу очередь сразу, после Аня. У меня просто очень большое сомнение по поводу вашего изначального тезиса и видения современного искусства, как чего-то повторяющегося, как Биеннале и вот видео, поставленного на лоб, поскольку это, конечно, такие формы оно тоже иногда принимает, но вот в моей личной практике, в практике очень многих моих коллег, это проблема ровно наоборот, это такой день сурка наоборот, в котором вся жизнь состоит из каких-то очень хрупких ситуаций, которые совершенно невозможно... Вот если можешь встать, потому что, похоже, тебя не слышат там сзади люди. А ты можешь пристать просто? И тогда будет лучше Акустик. Даже на стол, хочешь? На стол давай, давай, давай. Которые совершенно невозможно повторить, и встреч, которые тоже абсолютно невозможно повторить. И получается, что такая проектно-ориентированная арт-экономика и арт-система, она просто не даёт оказаться в том же месте, с теми же людьми и воспроизвести что-то. И получается, что вот время и пространство художника, оно абсолютно расчленено. И поэтому как-то себя осмысляется, например, в рамках какой-то конкретной политической ситуации в какой-то конкретной стране становится очень сложной. То есть вот моё ощущение такое, что вот, чтобы повторить какую-то ситуацию, надо совершить какой-то неимоверный подвиг, и что вот это просто там вырванные годы, чтобы хотя бы примерно попытаться что-то воспроизвести. А вот не... ну, может быть, я просто как-то неправильно свою карьеру строю, не ежедневно, и на это в достаточной степени. Вот как бы моя практика, она совсем вот ровно наоборот. Как это соотносится с вашей тезисной? Ну да, действительно, да, потому что то, что я описываю, да, это описание как бы с другой стороны. Это описание человека, который приходит на Бейнале и видит Бейнале, собственно, да, то есть с позиции вот такого участника с другой стороны. Естественно, да, естественно, если мы этот процесс вскроем, то окажется, что вот эта повторяемость, якобы повторяемость, она на самом деле основана на постоянно всё новых и новых формах. Вот, например, я работал в институции, да, и чтобы сделать выставку, да, всё время что-то новое нужно. Например, новый договор, новый... каждую выставку, да, там, раз в месяц ты делаешь выставку. Новый договор с новыми людьми, да, новая компания. Но в итоге, да, в итоге, когда получается выставка, это как раз вот это и нивелируется. И действительно, то, что вы говорите, это во многом позиция современного художника, да, который не может опираться на некоторое образованное сообщество, да, на некоторое такое постоянное сообщество. Нету уже в классическом смысле таких вот друзей, которые с тобой, да, вот когда ты всё время ездишь, да, нету вот, собственно, комьюнити, да, такого постоянного. И ты всё время воспроизводишь, вынужден в такой кризисной ситуации находиться, всё время что-то новое. Но обратите внимание, что в итоге, да, вся эта кризисная ситуация абсолютно нивелируется, да, то есть её нельзя отследить по итогу, да, это запирается в своего рода в такой чёрный ящик, да, что все эти отношения, они в итоге так вот опосредуются, да. Нет, потому что часто от художника требуется новый проект, новая реакция на новое место, на новых людей, там, или на новую ситуацию. То есть вот я не могу, например, взять один и тот же перформанс с одними и теми же людьми и повторить его в другом месте. То есть это гораздо сложнее. Я получаю там за время, что я пытаюсь вот один, просто повторить один перформанс в другом месте, я получаю 10 приглашений сделать что-то новое с другими людьми в другом месте, вот. А повторить то же самое в том же месте оказывается просто невозможно. Ну да, но здесь не совсем, на мой взгляд, правильно говорить о повторении, что вот прям так же ты повторяешь, вот прям так же, вот. Ну даже не так же, даже не так же, оказывается, что это противопечит в логике самой арт-системы. Нет, на мой взгляд, повторение в этом смысле нужно понимать, что это всегда повторение, основанное на чем-то новом. Собственно, и вот что важно, да, что всегда просят что-то новое, да, и ты всегда вроде бы подстраиваешься, но получается все время то же самое, как бы. Но это не оценочный, да, не оценочный. Ну как автомат, понимаешь, убираю? Детали в иной, думал Каля, а все время калаш. И на самом деле я здесь с Борисом соглашусь, на самом деле просто две разных позиции. Он просто смотрит с мета-позиции, где, собственно говоря, вот эта дифференция оказывается, в общем-то, довольно совпадающим. То есть партисипаторные проекты построены на той же самой методологии, которая, в принципе, от Гонконга до Чикаго, в принципе, одинаковая. Они вроде бы все уникальны, все разные сообщества. Но есть как бы вот мета-уровень, где они абсолютно гомоогенны. Ну это как я прочитал, я не знаю, извиняюсь за то, что впрыгнул. Идем дальше. Дальше Георгий. У меня на самом деле вопрос или замечание, что я вопрос. У меня возникло впечатление, что первая половина декции несколько противоречит второй. Ну и там первые две трети, последние трети. Поскольку вначале вроде бы утверждалось, ну, следом за Николеном, бесперспективность попыток противостоять капитализму каким-то там возвратом к старым добрым длинамкам, к гуманизму. Все эти, да, вот, стратегии трещин. Поскольку капитализм в некотором смысле обладает гораздо больше интенсивностью, гораздо больше истинностью, чем все эти попытки ему противостоять. У меня, собственно, вопрос, не относится ли это так же и к хрупкости, и к попытке ему поставить глобализирующему движению в биеннале какие-то вот... Это же в конце концов тоже какие-то трещины. А неликвидность, она замечательно ликвидируется в трещине. Собственно, все современное искусство в некотором смысле и есть постоянно тескортирующийся процесс ликвидации неликвидного. То есть мне на самом деле казалось бы, что закономерным итогом должно было бы быть некоторое, именно большевистское такое стремление, ликвидировать саму ликвидацию. Ну да, я абсолютно согласен с этим замечанием, потому что здесь в отношении того, что я начал говорить о вот этой вот неликвидности, да, некоторых зонах неликвидности, она тоже связана не с тем, как интернет взаимодействует, да, например, с неинтернетом, да, а с тем, как мы в итоге можем представлять вот этот... вот этот объект опосредующий, да. Потому что, если мы возьмем Новицкова, например, она это и делает, то есть она берет дигитальный объект и делает его материальным, который можно сломать, да, в каком-то смысле таким вот скульптурным она его делает, да. Соответственно, вот эта практика, это не совсем та хрупкость, да, о которой я говорю. Она перешла на стекло, ты знаешь, да? Она перешла на стекло. Стекло, вот. После гиналитового стекла. Да, и, соответственно, я не говорю о дихотомии стекла, да, или и жидкости, да, в этом смысле. А я говорю о том, что... Ну, как вот, я даже пока не могу сформулировать это довольно точно. Короче говоря, можно себе помыслить такой объект, да, который работает с самой вот этой темпоральностью, да, вот интернет и как интернет формирует время, но... Не пускай, это собака, это точно собака. Это пёс там. Это собака, это люди. Осторожно, руки, осторожно. Да, и... Соответственно, и хрупкость, да, мы должны понимать не внутри этой системы, а как бы вне, да, то есть вот такую вот мета-хрупкость, да, вот такой вот... Как нигде здесь противоречить, ты говорила, есть вне системы или нет? Тут как бы очень важный такой философский вопрос. Ну да, да. Потому что если ты говоришь, что вне нет, тогда там уже вся линия критики идёт по-другому. Либо мы признаем, что вне есть. Но... Тогда какое оно вне? Ну нет, я как раз хочу... Вот если мы проанализируем, опять же, Малевича, да, то, что делает Малевич, он не выходит вне системы, да, то есть он её опосредует, да, он выявляет то, что было противопоставлено до него, да. И, грубо говоря, я хотел бы совершить такой же жест в отношении современной реальности, да, и современного способа репродуцирования и производства в интернете, да. То есть это, безусловно, это не то, что мы вылетели вне, да, этой системы. Мы скорее перенастроили вот этот конфликт, который в ней сейчас представлен. Конфликт как раз между... Что? Лайки без поста. Лайки без поста? Ну вот, ну не знаю, да, это может выглядеть... У меня нет там чётких, как бы, методологий, да, как это может быть реализовано, да, но... Не, ну, я думаю, что, извини, я просто стараюсь, просто тема очень уж такая просто родная, и тут примеры шли. На самом деле тут можно опять дальше анализировать Хиттештайль, который там, собственно говоря... Да, да. Несравнимый весом владает больше, чем вся берлинская биеннале, хотя работает в пост-интернет-карабигме, потому что ей удалось достичь вот эту метакритическую, радикально левую позицию по отношению, как бы, к пост-интернет-ситуации. И в этом плане, конечно, ты видишь, как бы, разные поколения, ты смотришь, что, а, вообще-то, это всё смотрится не так уж серьёзно, а вот здесь есть возможность, да, действительно, работать. Но это, конечно, несравнимо с Малевичем, и Малевич больше революционный. Я не согласен, что он континуально, что... Это разрыв, а в Хитт-разрыва нет. Ну, да, да. Ну, я просто комментирую. Вот это, собственно, присутствие разрыва, да, у Малевича и у Дюшанова. Да, конечно. Здесь не хватает этого... То есть она всё равно работает с языком, да, она пытается сказать на этом языке что-то, а необходимо, вот, как бы, ну, на мой взгляд, некоторую помыслить приостановку, да, вот, этого дискурса, чтобы его опосредовать, да. Лось. Аня. Лось, лось. Потом Аня. А потом я. У меня два вопроса, если можно. Первый, такой пространный немного, и касается того метода, скорее, на котором настроить свои рассуждения. Вы упомянули, ну, вопросов много такого рода, просто я решил это как наиболее важный. Вы упомянули то, что мы не можем сейчас помыслить войну в прежних категориях, теперь это помыслимое через террор, через ИГИЛ и всё такое. Вот. И здесь, ну, я просто хотел выяснить, то есть, в Колумбии, там, ну, там, несколько десятков лет парамилитарис, которые воюют против левых партизан, отрезают им головы, как бы, снимают про это ролики, и ничего, как бы, Талибан взорвал статуи Будды, и всем пофиг, как бы, все забыли уже, как бы, хотя это было. То есть, разница между ИГИЛом и прежними террористами только в том, что, как, ИГИЛ, как паративные медиа транслируют. Вот, и в этом смысле, как бы, совершенно непонятно. Как бы, вы действительно думаете, что война, вот, в частности, там, ситуация с ИГИЛ, она, как бы, сводится к тому, как ИГИЛ презентует себя, а вовсе не к тому, что силы коалиции отдали им, там, многомиллионный Масул с арсеналами, там, многомиллионным распредселением, для того, чтобы ИГИЛ напал на Сирию. И как вообще там оказалась коалиция в этом Масуле? Вот, то есть, серьезно, как бы, из-за интернет-роликов, как бы, ИГИЛ такой мощный? Чего-чего? Ну, серьезно, из-за интернет-роликов ИГИЛ такой мощный? Может быть, нам все-таки нужно, если уж мы рассуждаем, как бы, в том, как мыслить войну, может, нам нужно задаться вопросом о том, как перестать мыслить войну в категориях, которые навязываются корпоративными СМИ и вернуться к тому, что это по-прежнему, как и Первая мировая война, война торговцев, по выражению, там, того же Джона Рида. Это первый вопрос. И второй вопрос, это, вот, вы четыре раза упомянули Николэнда, и следующие идеи процитировали, во-первых, про Новый Шанхай, про то, что, как бы, мы не представляем, как это работает, а что и работает, это то, что много вкладок, на которые нужно зайти, о том, что самоорганизованные инициативы поглощаются крупными рыбами, и это хорошо, о том, что нет никаких трещин в капитализме все временно, и о том, что новая реакция должна быть современной и говорить на технологичном языке. В то время как, если смотреть, уж попытаться как-то эту новую реакцию определить с точки зрения, там, их политической программы, то это люди, которые говорят, что мы должны перестать рассуждать о, в отличие от мейнстрим-консерваторов, о экономических проблемах, а, в принципе, обсуждение экономических проблем вернулось в общественную политику благодаря, там, десятилетию борьбы массовых движений, там, начиная с 1994 года, и теперь нам, как бы, новая реакция говорит, что мы должны об этом забыть и вернуться, сфокусироваться на двух важных вопросах, мигрантах и феминистах, на двух проблемах нашего общества. Вот. Разница с предыдущими реакционерами, там, у которых капуста в бороде, в том, что они, как бы, веселые, с мемасиками, как бы, и с интернетиком. Вот. То есть, я хочу спросить, зачем? Зачем пихать всюду это у Николанды? Комон, это что, серьезное, как бы, такое, ну, что-то новое? Спасибо. Да, спасибо. Да, ну... Часто говоря, я про него вообще никогда не слышал. Вот. Двой грех делал. А ты слышал, Коль? Не, никогда. Мой грех. А кто слышал про Николэнда? Из-за аудитового? Просто интересно, потому что вы говорите... Ну, как вы говорите, хиттштайль, хиттштайль. Николэнда – это значимая фигура, я думаю, что... Куклуз-клан с интернетом, да? Это фашня, фашня, фашня. Ну, как бы, это вообще известный факт. Ну, как бы, я его ждала, ждала, но Борис потом, как бы, сказал, что он, как бы, эту оппозицию какую-то хочет поставить, чтобы он по-другому делал, не так. Я, как бы, потратил силы на то, чтобы это всё изучить. Ну, как бы, круто, потому что у меня бы выдержки не хватило. Не столько, ну, фашистских, утраправых текстов на честь и сделать из этого какие-то выводы. Это, конечно, не спасибо большое. Ну, не знаю. Ну, типа Дугин или что-то такое, да? Жусь, он занимается искусственным интеллектом в Кремниевой долине, вам еще от Дугина. Тут, на самом деле, важный момент, что Ленда, эту фигуру, без которой не было бы никакого спикрусивного реализма. Да, в 90-е годы был культовой фигурой, он был учителем в России, помимо прочего. Ты чё, он философ? Он философ, да. Он, на самом деле, очень, он, я думаю, интересный издачевый философ. Он, может, один из наиболее издачевых из тех, которые вообще функционируют сегодня. Что не мешает проблематичности его. Но, скорее, это, да, это даже проблема его фута, что и с Хайлиггером, возможно. Он, вообще, на самом деле, любопытный персонаж. То есть, он в 90-е годы преподавал Горвик, он там был культовой фигурой, а потом он, поскольку он там сидел на архитаминах, он достиг какой-то стадии, когда он совсем перестал функционировать, и он перестал заниматься философией. Он ехал в Шанхай. И за это время его ученики создали постепенно спикрутивный реализм, создали дам коллапсов, еще один был ученик. Извините, я вообще не знал вообще ничего. Сейчас они издали впервые сборник его статей два года назад, и постепенно они его возвращают, какого-то, вот он написал две статьи, возвращают его к какой-то статей. Он, на самом деле... То есть, такой Карл Шмидт такой, да? Он... он на него сладенькая. Ну, да, может быть, Шмидт, но... Но я бы не сказал, что он. Но философ... Ну, ладно, все-таки дадим слово. Ну, это значимый философ. Ну, да, я сразу тогда на несколько реплик ответил. Спасибо за справку. По поводу войны, да, вот то, что мы говорим о войне. Безусловно, я не говорю, что война сегодня, она другая, именно потому что изменилась какая-то репрезентация, да, или что все зависит от репрезентации, да, я просто говорю о том, что... И, безусловно, да, вы правы абсолютно, что война до сих пор остается корпоративной, да, войной торговцей, да, в каком-то смысле. Просто я пытался говорить о войне, так как это было задано, собственно, у Бенни, именно, да, то есть с точки зрения отношения к ее репрезентации. То есть это просто продолжение вот этого мотива, последней части искусства в эпоху его технической воспроизводимости. То есть это... Вы не думайте, что я там сейчас вот сказал пару слов о репрезентации войне, да, я как бы все сказал о войне, что я думаю таким образом. То есть, или там ИГИЛ я привожу действительно как пример, который... на котором это можно проиллюстрировать. Но я не хочу исчерпать все конфликтные там ситуации именно ИГИЛ. То есть это... Ну и я не хочу какую-то теорию войны обрисовывать, да, в этом смысле. Вот. Просто на примере ИГИЛ можно рассмотреть, да, вот момент эстетизации, да, о политике, о котором, собственно, говорилось, о том, как сегодня работает эта эстетизация политики. Вот. А второе... Второе замечание по поводу, собственно, Николэнда, да, в чем оно заключалось? В том, что... Ну, он как бы просто светочный мысль, он сказал то, о чем вы никогда не знали, потому что мелкие сообщества поглощаются крупными, что трещины на них находят. Ну да, мы услышали довольно банальные мысли, а в личи этого фигуры, ну, не поняли. Ну, не банальные, но понятные. Ну да, на самом деле... Знаете, зачем главный вопрос? Да, интерес... Вот как раз это соотносится с тем, что мы говорим, что фигура Николэнда довольно интересная, да, но при этом в политическом смысле, да, такая парадоксальная, да. И она связана с тем, что его, именно политический этот проект, да, безусловно, фашистский, да, вот, неореакция, да, как фашистский проект, он, на самом деле, связан с его концептуальным проектом и с его прояснением времени, в первую очередь, да, и с его определенным чтением Белеза, да. На самом деле, то, о чем я сказал, да, вот эти вот фразы, которые мы выбирали, это определенное чтение, консервативное чтение Николэнда, Белеза, о, собственно, об ассамбляжах, да, о поглощении и так далее. И я считаю, что вот это современное чтение Белеза, да, которое стало возможным в 90-е годы, оно, собственно, до конца сегодня не проясняется, да, потому что мы можем говорить о некотором либеральном довезианстве, да, вот, о некотором либеральном прочтении Белезы. И вот это вот консервативное прочтение концепта времени, в первую очередь, да, концепта повторения, да, и в этом отношении Ник Лэнд, я считаю, что он является значимой фигурой, да, то есть не потому, что я там хочу сейчас всех призвать, там, соглашаться с его неореакционной позицией, безусловно, нет, да, но я хочу просто обратить внимание, что растет, да, вот такое, может быть, даже криптофашистское, я бы назвал это не фашистским даже, о криптофашистской реакции, построено на тех же основаниях, что и, там, другие феномены, что и, там, то есть это определенное чтение Белеза о машинах, да, чтение Белеза о негавитарии, об ассамбляжах и определенный перевод, да, вот его идей, да, в консервативном таком духе. А что-то новое, да, я вообще не думаю, что можно говорить о том, что там кто-то нам что-то новое сказал, и, на мой взгляд, интерес, который мы проявляем к фигурам тем или иным, да, философским, там, не философским, художникам, в том, что они смогли в каком-то смысле выразить проблемы в том контексте, который данный, потому что мы говорим, там, о Карлу Смите, да, но Ник Лэнд мыслит уже в интернете, да, он мыслит в отношении, там, уже, когда существует, например, массовая культура интернета, или Рага Джангл, да, который очень важен для него, например, да, или вот этим, я об этом не говорил, да, но это очень важно для культуры 90-х годов, например, возникновение рейва, да, и возникновение блэк-метала, да, вот как такой сцены, в чем парадокс этих двух направлений, в том, что это электронная музыка, это электронные гитары, электронная музыка, которая должна выразить природное, то есть в случае, там, норвежской сцены, это вот природная Норвегия, да, казалось бы, зачем вы используете технические средства, чтобы выразить исток, да, то есть норвежский какой-то исток, да, и то же самое с психотерической культурой именно 90-х рейв, да, или Джангл, это урбанистическое течение, которое говорит о некоторой конструкции вот этого истока, да, и Бениамин замечательно о фашизме-то, собственно, и говорил о том, что мы думаем, что здесь идет речь о какой-то античности, да, о каком-то истоке художественного творения, например, да, как чуть-чуть, но этот исток все время сконструирован современными средствами, и я обращаюсь к Никуленду, потому что он именно и дает нам сегодняшний срез, да, вот это вот, как сегодня формируется исток из интернет-трафика, скажем, из массовой культуры, да, например, размышлениями о рага-джангле, там, и так далее, и тому подобное. То есть вот в чем, собственно, когда мы, вообще, когда мы говорим о каком-то имени, мы же говорим не об имени, да, мы говорим о соотношении концептов, которые привносятся в ситуацию, и в этом смысле я считаю важным не говорить, как бы, ну да, мы можем начать там говорить, собственно, о, там, с античности, да, мы можем обойтись, как бы, ну там, античным каким-то, да, вот, постоянно говорят, вот демокрит, демокрит, да, но дело в том, что то, что делает демокрит, да, сегодня, да, на каком-то этапе, оно преломляется в современном контексте, да, вот, того, там, скажем, материализм, да, вот, они же пользуются наследием атомистов, да, там, и так далее, но это вопрос перегруппировки, да, и я обращаюсь к Николену, потому что он дает эту очень тревожную, да, вот такую перегруппировку, вот. А что касается, что касается фашизма, да, безусловно, но мне кажется, важным это обсуждать, да, и важно в этом разбираться, потому что нужно всегда представлять, кто твой оппонент, то есть, если ты не знаешь, кто твой, что вообще у консерваторов происходит, и я поэтому такую тему предложил, потому что, не потому что я там сейчас буду топить за неореакцию, там, или давайте построим монархию, да, а потому что нужно, потому что, вот, реакция все время же представляется, это, в книжке, в книжке «Реакционный дух», это очень хорошо сказано, что реакция представляется просто как тупость, ну, что вот, вот мы тупые, поэтому мы, как бы, хотим вот все по-старому, чтобы было, и так далее. А что бы либеральный, на самом деле, нет? Ну, это вот в книге «Реакционный дух», посвященный, да, посвященный консерваторам в Америке, да, вот такая книга, но на самом деле мы должны мыслить реакцию как набор концептов современных, как некоторое направление мысли, да, и поэтому для меня важно было в этом разобраться, да, и действительно, как бы... И еще я считаю, что художественное сообщество, да, современное, оно не знает, вот, собственно, вот этих консервативных мыслителей, скажем, обсуждения абстракции от Юлиуса Эвола, например, да, то есть Юлиус Эвола предлагал правую теорию абстракции, да, и от этого много ошибок, на самом деле, возникает, на самом деле, например, как Гринберг говорил, что абстракция — это априори вот левая, да, но на самом деле вот, показываю, можно показать текст Юлиуса Эвола, сказать, что нет, на самом деле не существует ни правого, ни левого, существуют ситуации и действия в определенных ситуациях, в которых ты ситуативно, да, оказываешься с какой-либо из сторон, и поэтому это перформативное все время, да, перформативное такое разделение. Именно поэтому я обращаюсь к этой теме, да, какова сейчас ситуация в реакционной, да, вот, повестке? У меня вопрос, немножко вытекающий из предыдущих вопросов, но более узкий, по поводу вашей критики институций, самоорганизованных институций, ну, зачем вообще мы делаем самоорганизованные выставки и самоорганизованные центры протяжения, потому что мы не хотим участвовать в конкурентной борьбе и лезть по головам в гараж. Ну, как бы, какие вы видите альтернативы, если вы так критикуете эту самоорганизацию? Как бы, все-таки лезть в этот гараж или просто устроиться кассиршей в Дикси и не жужжать? Да, спасибо, это очень крутой вопрос. На самом деле, я не описываю, не хотел бы видеть самоорганизованные сообщества, как просто вот, значит, нам не дали место в гараже, поэтому мы их делаем. Ну, я не считаю, что это так, да. Мы не хотим в гараж. Ну, не хотим, понятно, но это не все, что сказать самоорганизованные сообщества. А что нам делать, если мы с вами? Показывать свои произведения людям, которые туда приходят, чтобы посмотреть ваше произведение, на самом деле. Ну, да, да. Что делать? Это вопрос очень сложный. Я на него отвечу очень просто и, скорее всего, плохо. Но я так, так как эта ситуация все время как бы развивается, для меня он сейчас является таким вектором ответа на этот вопрос. Нужно предложить такую систему, да, организации, которая бы на структурном уровне не учитывалась в крупных институциях. В чем, мне кажется, смысл поглощения? В том, что, например, в центрах, с которыми мы работаем, они ничем не отличаются от гаража. То есть там медиум, основной медиум – это выставки. Я вот не говорю про питерский контекст. Нет, нет, я тут принципиально не согласен. Больше про московский. То есть происходит медиум выставленности, да, то есть имеется выставка как главный язык. На этой выставке присутствуют все атрибуты, которые присутствуют и в гараже на более крупном уровне, но просто с меньшим ресурсом. И поэтому, именно потому что эта ситуация очень опознаваема, да, она и потом может быть включена. И вопрос в том, как работать с другой, вот, с другими медиумами, которые не могут быть репрезентированы, да, так вот просто в формате перевода, вот в этих больших инициативах. Нужно я сразу прокомментировать? Нет, на самом деле смотри, ты сейчас просто даешь такой довольно корректный, но структурный анализ. Что ты сказал? Мы ничем не отличаемся. То есть у нас, собственно говоря, есть квадратные метры, у нас есть определенная техническая материальная база, которая в десятки тысяч раз выступает этим институциям, но мы гомогенны. Да, да. Проблема в том, что на самом деле, если вы гомогенны, то тогда, собственно говоря, разговор вообще ни о чем уйти не может. Вопрос в том, что гараж, ну, опять же, давайте оперировать в кавычках, гараж и вот эта альтернативная институция, она, если есть ситуация гомогенности, вообще проблемы никакой нет и быть не может. Но проблема в том, когда они не гомогенны. И вот здесь мы тоже очень много говорили, что сейчас вообще это очень такие тонкие вещи, которые ты никогда не сможешь определить через вот какие-то вот такие вот простые факторы, пространство, бюджет и всего прочего. То есть все сейчас говорят, да, конечно, сделать самоорганизованный там огромный форум, там фестиваль политический, может кто угодно. И это возвращает нас в довольно старый вопрос, как вот делать политически, это об этике институции. То есть, словно говоря, даже внутри вот этого большого пространства, ну, вот, скажем, если возвращаться так, извиняюсь, мы тут не в таком профессиональном жаргоне, вот Клэр Бишев, вот ее книжки о музее, когда она выделяет три образца других музеев. Рейна София – огромный музей, размером с Эрмитаж. Ванавы – малюсенький музей. И она берет Любляну вообще галерею, которая вообще малюсенькая по этим меркам, в отношении к МОМе или там, ну, там, сейчас у них новое здание, но все понятно. Но она именно предлагает помыслить эти институции, как другие, опять не мыслить. Вот это пространство Бейнале, больших выставок, как гомогенная. Власть, она абсолютно не гомогенная, как абсолютно путинизм, и тоже надо видеть постоянно вот эти вот какие-то расколы, клэши и внутренние какие-то противостояния. И вот в них, мне кажется, надо играть и понимать это как действительно очень серьезное идеологическое противостояние, помимо как бы этического и эстетического. И, словно говоря, ты понимаешь, что ты предъявляешь какое-то видео, которое, может быть, потом будет показано в гараже, но оно никогда не будет показано в гараже до. Вот это уже еще очень важный момент как бы такого нетворкинга, какого-то определенного прорыва, который существует действительно на маленьких пунктах. Он не может быть на больших пунктах, пока он не дойдет до большой. А дальше это уже вопрос силы. Понимаешь, мы помним хита, когда она была абсолютно никому неизвестным художником. Ну и знаем мы ее сейчас, что хита там по муче там равна там двум гаражам. То есть находясь там на седьмом месте в списке там Волт-Арт-Пау, понимаешь, а гаража там вообще близко никого нет, или там Даша хозяйка там где-то там на соту. И это вот власть художника, и дальше уже не просто власть ради власти, а что он делает с ней. И вот здесь это тоже вопрос опять же этики. Поэтому я вот тут скорее так вот не соглашусь, что мне кажется, что вот эти вот эксперименты, которые идут, именно вот важно проплевтизировать не гомогенность, и абсолютно точно не бояться очень долго работать в каких-то серых зонах. И вот здесь у меня такой вот вопрос, вот действительно вот это вот как бы переосмысление. То есть я думаю, что мы не можем говорить о серьезной какой-то инновации. Мне нравится твой пафос, как оба и фига, как там черный квадрат там сделали, ну только постинтернетный. Не думаю, что это как бы формально, там произошла saturation, такое насыщение, но перекомпозиция определенного как-то элементов языка, она может быть по-своему радикальна, но она навряд ли будет останавливаться. И здесь, мне кажется, вот это вот какая-то серая зона, когда ты все-таки понимаешь, что у тебя амбиции преодолеть эту маргинальность, там быть там на два лайка. И заполнять трещину. Да, но ты понимаешь, что это не амбиции, это лаконниковые, там, начистить хвост Би-Йонс, понимаешь, чтобы там у тебя там был миллион. То есть ты понимаешь, что вот там, на самом деле, между ними есть очень интересная зона, и она очень живая, и она интернациональная, и в этом плане вот... Вот сейчас была вот очень любопытная встреча там на Кван-Джу-Биеннале. Вообще там очень интересный был треугольник берлинской Биеннале. И, кстати, у меня к тебе вопрос такой будет довольно простой. была очень конвенциональная манифеста, и Кван-Джу, которая, в принципе, показала другой образец, как можно работать вот и куратору, и вот в постинтернет-ситуации. И ответ был намного более тонкий, чем, скажем, в Берлине. Но вопрос, кстати, вот тебе такой просто ситуационный. А есть искусство, которое, условно говоря, воплощает вот этот правый консерватизм, который было бы интересно обсуждать как этого прекрасного философа? Ты можешь привести какие-то... Потому что Берлинской Биеннале при всей критике в элитизме, в каком-то таком... Да, все-таки это не прямо, да? Нет, это все равно развитие левоакселерационизма. Там, с Арменом и Лунисяном, там... Действительно, они пытались сделать. Они просто показали там тупики дистрибьюции и репрезентации. Биеннале сделал блестяще, абсолютно блестяще. То есть по дисплею, по всему, очень тонкая вещь. Каталог великолепный, понимаешь? Плюс, как бы, вот эта вся линия, которую они ведут, там, от грядущего восстания, там... Плюс через всякую какую-то радикальную, как бы, феминизм и квир-теорию. Это все там есть. И оно, типа, не профанируется. Но, в какой-то смысле, ты видишь, насколько вот элитистское мероприятие... Это может превратиться, но тут проблема, как бы, уже дис... Американской вот этой циркуляции, за которой не смогли выйти, потому что у них там дети, у них нет времени, и у них нет денег. Это герлинский Биеннале, бедное, как чего-то. Просто вообще, это нищеброды, понимаете? Вот. И в этом плане они были вынуждены задействовать огромную американскую машину, которая в результате их просто сожрала и показала то, что должно было показать. Ну, это видно, понимаете? Ну, вопрос, есть правое радикальное фашистское искусство сегодня, и которое мы должны, как бы, считать? Я думаю, сейчас еще нет, но я думаю, что оно появится, что вот в ближайшие, может быть, лет пять действительно будут работы, да, которые созданы в такой постинтернет-эстетике, да, но при этом которые будут активно консервативными, да, вот. В постинтернет и в метамодерн можно, как бы, представить себе. Да, да, можно представить. Вот эта вот работа на Биеннале, я забыл этого прекрасного художника, который с Арменом написал книжку вместе. А, у них там дискрусивная площадка была? Забыл, не помню. Можно посмотреть там. Да, который предлагает какой-то мир будущего, где всем можно покупать квартиры. А, это, это, не таец, это Томил, Томил, это, Кристоф, Кристоф, Кристофер, 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 да, Кристоф, Кристофер. Вот оно, по-моему, и есть прекрасное право искусства статью. Ты знаешь, но вот ты, когда общаешься с Кристофером, он, как бы, там с томильскими титровами, там вообще чуть ли никому нет. Просто его представление оширено иконами, и то, как он его представляет. Еще, понимаешь, вот эта разница, ты не понимаешь, это сабверсив или аффирмейшн? Нет, это сабверсив или аффирмейшн, потому что у него есть сексель-дингицы, и он деньги собирает. А, не слышит уже, да. Можно делать более общий разговор. Ну, а с вопросом, был вопрос, но ответ уже получили. Может быть, оно появится. Ну, и, скорее всего, есть то же самое, как, ну, мне кажется, вот мы можем говорить о контексте 90-х, да, в России. Там были свои консервативные представители, там, и такое поколение, да, которое связано с Дугиным. То есть, там же были и художники, да, которые до сих пор работают. Ну, Курехин в какой-то момент. Курехин в какой-то момент. Новая академия. Новая академия. Ну, а ты все был такой постмодерн, это шутка. И он сейчас, да, ведь. Да, да, во многом действительно так. Но, и, но, вы говорите постмодерн, да, но дело в том, что тогда и был постмодерн. Не, 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 тогда был постмодерн, и в этом плане... А сейчас ситуация изменилась, и, скорее всего, нас ждет такой же поколенческий раскол. Мы как раз с Бутовым обсуждали, он говорит, что они с Дугиным ровесники, что это одно поколение, да. Дугин такой молодой. Один, он... А борода у него длиннее, чем у Бутова. Он фитально выглядит, да. Да, но это одно поколение, один контекст, да, который сформировался каким-то образом. И что для меня интересно, да, это то, что и вот поколения, образованные интернетом, да, и вот 90-ми, да, 90-ми, 2000-ми, тоже, их ждет вот этот раскол рано или поздно, вот уже, наверное, скоро совсем, да, вот, на... Действительно, на консервативную линию, да. Нет, просто... АИФ, это разве не... Кто? АФ, да, да. АЕФ плюс... Плюс С... АЕС плюс... АЕС плюс... Скажи, да. Что... Почему я решил сделать такую лекцию? Дело в том, что ко мне подходит очень много художников, да, каких-то, которые работают с новыми технологиями, да, и они говорят, что вот нам нравится АЕС плюс С, как бы, вот мы, мы там, там... И они высказываются достаточно фундаменталистски, да, то есть я слышу некоторые, некоторые вот ощущения, при этом они прогрессивны в технологическом смысле, да, то есть они там занимаются интернетом, да, и вот я очень много вам проектов могу показать такого рода, да, вот именно контекстных. И мне показалось важным выделить в современной ситуации, что такое вообще присутствует, да, и что существует некоторый конфликт, да, между... Он может быть между левым использованием, да, интернета и правым, консервативным пониманием, консервативной теорией, там, гостинтернета и так далее. И я просто не хочу, не хочу, знаете, ставить ярлык на некоторых художниках, да, не хочу вот этим заниматься, но в личных беседах я могу как бы... Уже не... Ты знаешь, на самом деле, для меня самое... Пожалуйста, у вас есть вопрос, может быть? А, пожалуйста, да. И еще есть вопрос. Да, просто прежде чем мы продолжим про искусство, спасибо вам за лекцию, у меня вопрос про хрупкость и поломку. Как они связаны друг с другом и вообще, как мы можем эту хрупкость помыслить? Это скорее свойство объекта, субъекта, которое должно быть как-то актуализировано, там, предъявлено? Или это стратегия? Стратегия хрупкости, которая в итоге приводит к поломке. Вообще, поломка должна случиться или не должна? Или она выносит такой характер... Да, я понял. Спасибо за вопрос, отличный вопрос. Что касается хрупкости, я бы здесь обратил внимание на другую очень важную тенденцию современную. Я это называю этикой ущерба. Развиваются сегодня разные философские, этические, в том числе, системы, которые мыслят в первую очередь ущерб. Что сначала идет ущерб, а уже потом все остальное. Это известная книга Талеба, которая называется «Антихрупкость». О том, что ты сначала должен усилить все слабое, что в тебе есть, уже потом действует. То есть ты всегда держишь ущерб в голове. И это доходит до таких суперэкстрамагантных проявлений, как, собственно, критика жизни как таковой. Что там, вот знаменитая книга «Лучше никогда не рождаться». О том, что на самом деле жизнь – это боль, да, и все очень просто. Жизнь – это боль, поэтому мы не можем брать на себя такую ответственность, заставлять других людей жить и, соответственно, рожать детей. Поэтому этически здесь было бы не рожать детей. То есть вот эта вот этика как бы изначального учета ущерба и непричинения, радикального непричинения ущерба. Но я вижу понятие хрупкости и поломки чрезвычайно важное, исходя из того, что я вообще вышел на эту тему, когда интересовался Маяковским. И известно, что Маяковский там покончил с собой. И интересно, как Арватов и конструктивисты описывали, это как бы шок, да, что вроде бы конструктивист, да, вроде бы, ну вот этот дискурс, он должен был выстроить некоторое гуманное обращение и объектов, и там жизни людей. И вдруг Маяковский покончил с собой, то есть в нем была какая-то травма, которую он не смог вынести, да. И Арватов очень интересно отвечает на этот вопрос, он говорит, что Маяковский покончил с собой, потому что у него было столько энергии, что он не смог, он надломился, да, что он не смог, нужно было два человека, чтобы впитать эту энергию. И вы видите, что здесь Маяковский трактуется как такой сверхэнергетический человек, что он там пышет страстью, да, и вот нужно было вместить эту страсть. Соответственно, здесь очень видно, что конструктивисты не совсем учитывают вот этот момент хрупкости, да, вот этот, что люди могут ломаться, и это нормально, да, что в поломанном состоянии, вот что для меня очень важно, да, как стратегия, ты говоришь, что люди вообще находятся в поломанном состоянии, это нормально. Что люди, это и есть поломки в каком-то смысле, да, и здесь очень важно, что мир происходит и в таком наполовину сломанном состоянии, ты можешь действовать наполовину сломанном, и мы всегда с этим сталкиваемся, там, когда видим разные вещи, там, например, когда швабра затыкает дверь, хотя она не должна затыкать дверь, да, она используется вдруг странным образом, да. И как стратегия хрупкость, это, безусловно, что ты можешь делать со своей хрупкостью, да, что как ты новое сообщество можешь строить на вот этих моментах поломанности, да. И вот Фиджеральд говорит, я разбитая тарелка, меня нельзя поставить в ряд с другими, но дело в том, что эта разбитая тарелка куда-то отправляется потом, она не просто там выбрасывается, вот в этом и смысл, да, что ты не просто пытаешься себя все время починить, да, вернуть себя в какое-то целостное состояние, а ты можешь использовать вот эту хрупкость, да, как такую вот поломанность, да. Кстати, это очень важно для других консервативных тоже мыслителей, например, для Мартина Хайдегера, собственно, Мартин Хайдегер-то и был первым философом, кто вот эту аналитику подручности помыслил через поломку, да, через то, что именно когда средство, да, выходит из обращения, когда ручка сломалась, вы вдруг видите, что это ручка, вы вдруг обращаете на нее внимание. А Буц потом все бинтовал. Да, да, и дело в том, чтобы не бинтовать, да, и чтобы не просто восстанавливать целостность сломанного, а в том, чтобы это сломанное как-то использовать на новых основаниях, да, в сообществе, в деятельности, а в жизни, ну, вот, это хрупкость как стратегия, я ее так, собственно, и понимаю. Вот был у вас фокус, да, пожалуйста. Да, у меня такой комментарий небольшой, можно присылать. Вот, вы не помнали, мне кажется, очень важную материя этика авангарда Петра Бюлгера, да, вот, и один из важных вот эдисов про то, что им, как называют, исторический авангард был радикальным отрицанием, т.е. не просто там, вот, как не упирался в круги, да, т.е. там, контемпро включен в авангард ард, а больше авангардное искусство было полным отрицанием всего предыдущего искусства, да, и оно, ну, именно, с точки зрения, то, что он был антибуржанцем в этой сути, да, вот, и потом, контемпро ард, да, это тоже большой вопрос, какое именно отношение к историческому авангарду, да, вот, а, ну, вот, не знаю, я буду говорить. Я очень хорошо понимаю, просто, можете погромче говорить? А, хорошо. Да я имею в виду, вот, вы говорили про исторический авангард футуризм, да, то есть, ну, есть такое понятие исторический авангард, да? Да, конечно. Вот, и потом, ну, переход уже, там, вот, Петра Бюлгер называют не авангард, потом контемпро ард, да, вот, можно запутаться, да, но к тому, что, если, допустим, представить, как говорит Петра Бюлгер, что возникновение исторического авангарда было неотделимо от возникновения, ну, леволюционных движений, да, то есть, там, понятно, да, то есть, вот, вот, а, ну, а если говорить, что мы живём сейчас в охоте реакции, поскольку уже почти 40 лет торжества нелиберарного капитализма, да, вот, и потом, плюс, если посчитать, допустим, ну, просто мы говорили такие идеи, да, что, в чём была задача возникновения центров современного искусства востоятельной Европе, да, это было тоже, на самом деле, у Сороса были экономические интересы, да, это была тоже реформация восточно-европейского региона к нелиберальному, то есть, к консервативному, рефлексионному, то есть, опять-таки, среда искусства выступает как такое очень консервативное оружие, да, вот, и получается, что, ну, как бы, в этом контексте, мне кажется, как бы, проблем не возникает, да, как бы, ну, представить, почему среда искусства оно консервативным, пожалуйста, да. Да, да. Потому что, как бы, ну, сам фонд Сорос, да, создавается и центров современного искусства, да, он, вот, ну, вот, в этом вопрос, всё-таки, да, остаётся в том, какое отношение имеет, вот, у меня в церкв等 вопросов. А почему фонд Сороса консервативно? Ну, ну, именно тем, что, вот, опять-таки, у нас была эта коллекция там, с моим другом Истересиком, то есть, что противоположное, допустим, есть контекстная Беларусская, да, модель среда искусства, да, где есть, допустим, абсолютно нелегулярная практическая модель, да, то есть создается Центра Союза Искусства, там есть Курватор, как раз, например, Минеменджер, да, вот. А вот, допустим, в Беларуси у нас создается старая парадигма Союза Художников, тоже я тоже категорически пользуюсь к нему, да, но суть в том, типа, что, как оказывается, при старой модели Союза Художников, художники обладают намного большей социальной гарантией, вот. А здесь художник остается, то есть, там, в таком прикарном, в каком-то странном виде, вот. и... В Союзной системе? Ну да, ну, потому что идея в том, что, типа, сама по себе идея, вот, Союза Искусства, да, вот, это тоже такое, вот, наш дурец. То есть у нас на сайт, опять-таки, вот, главного фонда, который финансирует, финансировал создание Центра Союза, там стоит внимание на том, что это, ну, было непосредственно связано с экономическими реформами, да, то есть он вкладывал деньги, то, чтобы, ну, ну, короче говоря, вот, такая идея, то есть... Там все-таки филантропия, да, американская какая-то тема. Да, ну, и плюс, вот, Петер Бюргер, да, вот, он говорит про то, что был исторический авангард, и все, что было после уже не авангардом Энди Орху, да, это крайне консервативно, потому что слияние тотальное, полностью... То есть это, получается, использование именно авангардных идей в очень консервативном таком... Да, да, я понимаю, да, я, в принципе, могу ответить довольно расширенно, не знаю, насколько это необходимо, или устали, может быть, но у меня есть очень развернутый ответ на эту тему, да. Дело в том, что я никак не отношусь к Петру Бюргеру, да, и к его теории авангарда, потому что он как раз мыслит авангард как такое трансгрессивное, значит, дело, вот, которое там противопоставляло себя предыдущему искусству, а неоавангард, в книге теории авангарда, он мыслит как такое институционализирование авангардного жеста, поглощение этого авангардного жеста в музейный систем. И тем самым отрицание главных идей... Да, главных идей внутри, внутри, да. Я смотрю на эту проблему совершенно иначе, я смотрю на нее, что, исходя из книги, из статьи Хэлла Фостера, что нового в неоавангарде, которое и написано, чтобы объяснить вот этот момент. И что говорит Хэлл Фостер? И во многом это соответствует моему видению этой проблемы. Он говорит, что такие люди, как Дюшан и Малевич, они занимались опосредованием конвенции. Но эта конвенция была конвенцией произведения, то есть в рамках единичного произведения искусства. Малевич там выделил эту плоскость, вот этот конфликт, о котором мы говорили, на уровне единичного произведения. Неоавангард, когда он появляется. Возьмем работу Роберта Раушенберга, белая картина, да, и все писали end of painting again, да, то есть еще раз, как бы зачем еще раз. Но дело в том, что если мы посмотрим на Роберта Раушенберга, там люди подходили к этому белому холсту, и они отражались, их тени отражались в белом холсте, то есть тени включались в работу. Или там Ханс Хаке, там ранний Ханс Хаке, знаменитая его работа с конденсатом, да, тоже вроде бы опять, значит, кубы, да, опять вот редукция. В чем смысл? И Хэлл Фостер замечательно отвечает, в чем смысл. Смысл в том, что первый авангард являлся конвенцией произведения, критикой конвенции произведения, а второй авангард он раскрыл, собственно, конвенцией демонстрации произведения. Вот, это абсолютно другой взгляд, да. И я бы по этому взгляду Хэлла Фостера обсудил бы следующий момент. Интернет, да, и реальность интернета – это вопрос, даже не знаю, как это назвать, трафика, да. И сегодня необходимо, может быть, опосредовать вот эту новую конвенцию, которую задает интернет, да. Соответственно, в этом разрезе, да, авангард уже не представляется такой сингулярностью, да, это критическая процедура, направленная на критику конвенции, да. И сначала это конвенция произведения, потом это конвенция, значит, институций, а сегодня это, может быть, конвенция, например, вообще соотношение реальности и виртуальности, да, вот в каком-то смысле, да. И есть у нас интересные работы, да, вот там, например, там, скажем, когда… Вот, знаете, раньше, когда вы видели авангардную работу, вам приходила в голову мысль, произведение это или нет, искусство это или нет, это был основной вопрос о границах искусства. Но сегодня, если вы придете вот в такую квази-институцию ОСИ, да, которую Шурипа делает, да, то и проекты, если вы посмотрите, вас не будет волновать, искусство это или нет, вас волнует, правда это или ложь, то есть реальность это или это какой-то бред, да, вот. То есть вы делаете высказывание уже о том, что является фактом или истиной, да, отношением истины и факта, да. Вроде бы факты есть, но ты в определенный момент ложишься на мысли, ты понимаешь what's real and what's real, да, ты думаешь вот, что это такое. И есть несколько художников, да, которые интересны в этом отношении, да. Это уже критика реальности, да, в каком-то смысле, да. Плостые… Там, по-моему, были еще? Нет, было вот плостые два вопроса, потом ты, кроме тебя, никого не… Больше никого нет? В два раза вообще? А, ну вот Алла Митрофанова, да, тогда… Да, 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 так мы ее включаем. Ну, я попробую сформулировать, у меня такое странное неустоящее ощущение. Ты можешь отстоять, потому что там не слышат ребят тебя. С одной стороны… С одной стороны, я вот поколение Николэнда, да, я знаю в себе вот эти все истории, да, я знаю чрезмерное доверие технике, кроме того, ну, как известно, Николэнд работал в Индюните, в учебной такой структуре, которая была… Да, да, да. Ну, я думаю, что там вся вот эта апология доверия принятия техники была очень большая. Да, да. Вот это 90-е, это психанелика с полным доверием ей, да, и, соответственно, в опыте есть вот эта травма от чрезмерной жидкости, да, вот ликвидности. Соответственно, какой выход из этого можно сделать? Нужно перейти к жесткости, да, или к какому-то шраму, вот к тому, что невозможно очень быстро рассыпать, ликвидировать ликвидность почему-то, но как это можно сделать, если мы живем в парадигме, там, Белезианской и так далее, что любая рациональность и любая жесткость – это консервативно. И тогда получается очень сложная игра. Да, да. Вот между параментализмом, который мы сразу оцениваем как консервативным, может быть, для Николайда это, собственно, игра, которую он не смог разуметь. И тем, что мы под левым пытаемся сохранять и называть левым уже на самом деле очень правую практику. Это та самая практика, которая делает… Я прекрасно чувствую этот конфликт, да, прекрасно вы сказали. Соответственно, от этого жесткая фундаменталистичность – это и есть то поле боя, где, может быть, могут сталкиваться правые и левые. Да, да, абсолютно верно, абсолютно верно, я действительно так считаю. Я бы просто продолжил, не то, что я бы ответил, я бы продолжил эту мысль. Дело в том, что вы говорите, что вы развивали в ситуации доверие, да, чрезмерное доверие к технике, жертвой которых, на мой взгляд, и пал футуризм, да, в свое время, да. А мы развивались в жестком доверии к интернету. То есть, помните, в 90-е годы, когда интернет появился, все, у нас там будет социализм, значит, вот уже со дня на день… Нет, это мы в жестком доверии к интернету. Ну да, но вот сейчас это другое наступает. Когда ты видишь, например, сообщество «Спутник и погром», да, например, вот такая страничка… Ну, мы к интерфейсу, да, мира интерфейса. Да, да, такая интерфейс, и хотя очень консервативное такое содержание, да, правое. Но, да, дело в том, что вы абсолютно верно говорите, что сегодня это все поменялось, да, вот конфигурация расположения сил поменялась. Если Делес, если когда Делес писал свои работы, для него вот это вот чистое становление, это было действительно постулатом, то сегодня это стало требованием ко всем, скажем, работникам менеджерской сферы. Ты должен быть там креативным обязательно. То есть, раньше ты требовал свободы воображения в 68-м году, капиталист тебе говорит, окей, теперь мы от тебя требуем воображения, да, теперь мы от тебя хотим, чтобы ты все время воображал, там, или, скажем, у Стива Джобса написано, что любой менеджер должен употреблять ЛСД, да, чтобы быть более креативным, как бы, чтобы рождать новые идеи. Соответственно, и многие, кстати, теоретики очень ошибочно меняют в этом Делеза. Они говорят, что Делез как бы консерватор, получается, но Делез сейчас консерватор, да, и сегодняшнее некритическое чтение Делеза приводит к таким непоняткам. Ты как бы, ну, читаешь, я вот с детства, я читаю капитализм и шизофрении, да, я действительно читаю его с 14 лет, и я как бы ухожу на улицу и думаю, и чего? То есть, то же самое, то есть, это прямо описывает все, как меня эксплуатируют, там вот Делез это и воспринимают, я думаю, что за дела, да, то есть, в чудах происходит, да. И Люк Балтанский, и ТВН, они очень хорошо описывают, что происходит. Происходит то, что капитализм удовлетворил требования Делеза и превратил его в требования к нам, требования к работникам, теперь от вас требуется, там, эта прикарность. Это намадизм, да, Делез же намадов называл, вот вы ездите, да, и Биеннале, они все были намадическими такими проектами, да, что ты ездишь, там, подключаешься все время. И действительно, в этом смысле не хватает то, о чем вот вы спрашивали, вы говорили, что не хватает устойчивости какой-то теперь, да, потому что у тебя все время новые там соседи, нет сообщества, потому что вот вы выходите на улицу, хоп, там улица изменилась, да, вот в Москве это очень активно было, там, ты выходишь, хоп, клуба, да, новая. Но я это всегда очень часто с сайтом провайдеров интернета обсуждаю, потому что вот у меня Beeline провайдер, я захожу на сайт, чтобы платить интернет, там, хоп, новый сайт. И там сказали, у нас новые обновления, теперь личный кабинет, и ты все время приспосабливаешься к кризису, да, хоп, там новый сайт. Ты в новом месте где-то логин и пароль. Я уже даже звонил и говорю, оставьте, пожалуйста, мне ту старую версию. Хотя бы мне одному. Да. Вот эти вот обновления ПО, да, которые ваше ПО вновило, тебе ничего не работает, да, то есть... Да. Вот, то есть вот этот кризис, да, все время, у тебя все время новые друзья, да, все время у тебя являются новые работники, которые с тобой работают. Вот в институции это очень активно, пиар, да, там, пиар самый сменяемый, самый текучий отдел, ты туда приходишь и ты говоришь, а где там Оля? А Оли уже нет, она один день поработала, да. И вот это вот, и так разрушались профсоюзы, да, потому что ты не можешь на рабочем месте организовать какую-то структуру активно противодействующую. И у меня, вот как раз как на Фейсбуке, когда вас ограничивают, да, когда у вас только друзья, которых вы лайкаете, появляются, у меня нет как бы возможности диалога с другими людьми, да, вот. И это приводит, собственно, к тому, что связи вот эти вот, они все включены в рабочие отношения, то есть у меня нету места, где я бы не был на работе, да, то есть мы созваниваемся постоянно, и мои друзья, это мои все время, получается, те, кто со мной работают. И здесь как раз возникает вот этот вопрос каких-то квантов постоянства, можем ли мы организовать какие-то кванты постоянства, не зависящие от наших проектов, да, которые происходят. И на основе их какую-то такую структуру, которая не может быть светлой. Да, да, это так. Но я еще бы контекстную информацию такую бы дал. Дело в том, что я считаю, что я вот вдруг понял, что в определенный момент, что на самом деле мой мир может быть описан как фраза Троцкого, посвященная Селину. Вы знаете, что Троцкий очень высоко оценивал Селина, хотя Селин это такой самый отвратительный человек, да, можно так сказать. И Троцкий что написал, что вот этот человек, то есть герой Селиновского путешествия на край ночи, вот он уже готов принять фашизм, да, вот он готов, потому что он абсолютно вот полностью, да, ушел в этот... Я даже не знаю, как обозвать эту систему, скорее всего, правый анархизм, как очень часто и говорят о Селине, что полное, как бы, отрицание, такой мрак, вот эта медитация над грязюкой, да, вот это вот все время. Но дело в том, что я считаю, что наше поколение, да, вот мои друзья, да, вот с которыми я рос вместе, моя школа, это была в такой ситуации Селиновщины. То есть и сегодня мы стоим на развилке, когда вот мой персонаж, это Селиновский персонаж, и следующий шаг, который я сделаю, погрузит меня либо в неореакцию, да, либо в фашизм, да, либо я найду нечто левое, да, то есть некоторую возможность к коллективности, к освобождению и так далее, да. И вот, и я нахожусь на этой развилке, и я считаю, что мы находимся на такой вот определенной, в таком вот Селиновском состоянии субъекта, да, из которого необходимо что-то вот, как-то начать что-то, да, вот. Сколько сантимов стоит фашистский воздух? Сколько сантимов стоит фашистский воздух? Да, да, вот, да, и я вижу многих ребят, да, особенно, многих ребят, которые сегодня читают Юнгера, да, восхищаются войной, это действительно субкультура активная, да, вот таких молодых правых ребят, вот, и во многом они сделали ответ на этот вопрос, а я хочу его задержать, да, вот, потому что в этом контексте то, как мы жили, это вот просто один шаг, и все, ты готов, что называется, к фашизму, да. И вот я хочу задержать этот момент и перенастроить этот, да, этот шаг, но я хочу, чтобы мы все отдавали себе отчет вот в этой ситуации, которая абсолютно фашистская. Дело не в том, что я вот выбрал такую вот странную тему, чтобы вот что-то сделать, да, а дело в том, что я считаю, что это контекст, да, который мы должны видеть в этом контекст некоторый, даже общий, мы не можем просто сказать, этого не происходит, мы этого не видим, вот, вот так. Страшно. Страшно, да, но нужно вот что-то делать. Серёж, ты хотел бы раз? Да, в общем, я вам. Просто я недаром спросил про метод, на котором строится рассуждение, потому что когда, ну, то есть там вот условно это неореакция, говорят как раз о том, что как бы общество гомогенно, почему? Потому что большое количество там сил было затрачено на то, чтобы разоблачить идею о цельности и гомогенности общества. Показано, что внутри общества есть конфликты, классовые, расовые, там, половые, ядерные, всё такое, и, как бы, для того, чтобы эту тематику обнулить, и в конечном итоге доказать вечность и необходимость иерархии, нужно сначала просто перестать обращать внимание на все эти конфликты внутри, и надо утвердить гомогенность. Поэтому, когда в лекции звучит сначала, что мы не можем различать правое и левое... Я о таком не говорил. Это первая фраза лекции была. Она была под вопрос как раз сразу же поставлена, как в синтенции. Потом мы говорим, что мы не можем мыслить войну иначе, чем через террор. Тоже не было такого, тоже не так было сказано. Что война изображается через другому и другими связями. То, что между мелкими институциями, самоорганизованными площадками и крупными нет разницы, что это на самом деле всё гомогенно. Нет, было сказано, что это, к сожалению, так. Это сказано в статье Бориса, поэтому уже это точно. То есть они вводят ту же логику, мне кажется, тогда нет разницы. Да, если распределять, то да. Ну, как бы очень круто. Они пользуются теми же методами, они говорят действительно на том же языке, как бы и нету разницы. Так можно про что угодно сказать. У нас с Валенком нет разницы, по-моему, что... Нет, но есть фтикуновский текст тезиса о невозможном сообществе, в общем, где об этом речь идёт. Говорится про то, что художник, а вовсе не государство, вводит режим чрезвычайного положения, и в конечном итоге полицией будущего является художник. Конечно, когда всё это читаешь и слышишь, может возникнуть ощущение, что это является не критикой на его реакции, а пологий. Поэтому мой вопрос был именно об этом, о методе, на котором строятся рассуждения, на всех этих вопросах, которые возникают по ходу текста. И на том, что... говорится о том, что большое количество... эта тенденция растёт, но при этом не приводятся примеры. Если бы не ника, которая привела ряд примеров. Например, бы вообще не было кроме Ренати никого. Если бы и не указывается... То есть постоянно говорится, а вот это не клиент подметил метко, а вот это он сказал своевременно. Здесь его понимание верно. Не указывается никаких, что-то с ними не так, вот здесь они ошибаются. То есть никаких минусов при этом не указывается. Действительно, возникает ощущение, и у меня оно было, то, что это апология, на самом деле. Такая вот просто под видом критики. Вот такая реморка. Спасибо. Ну да, да, хорошо. Я тоже шаг за шагом буду отвечать на вопросы. Вот, во-первых, то, что как ты воспроизвёл вот этот шаг, да, что... Я не говорил, что не существует разницы между правым и левым. Это принципиально не так. И если вам люди говорят, что нет разницы между правым и левым, это правая позиция. То есть это, я думаю, понятно. Я такого не говорил, что не существует разницы. Второе. Войну я тоже не описывал, как всё, что сводится к ИГИЛ и так далее. То есть здесь я опирался на один конкретный фрагмент, развивая один конкретный фрагмент Бениамина. Здесь тоже очень важно понимать. Касательно институций, да, и мелкоорганизованных сообществ, да, сообществ самоорганизованных. Я действительно так. То есть я считаю, что в нынешней ситуации, я смотрю на конкретные сообщества, да, в нынешней ситуации между их методологией не существует разницы, именно поэтому они, у них нет альтернативы, которые они предлагают, организационной или программной альтернативой. Ну там какое-то, ты знаешь, влипание по этике, извини, но просто, наверное, из питерской ситуации не буду называть имена. Я очень иногда приходится общаться с какими-то людьми из альтернативной московской среды. Я, собственно говоря, просто не вижу вообще. Иногда мне кажется, что эта позиция ещё более циничная, чем люди, с которыми я общаюсь в гараже. Sorry. И это не один человек, это уже несколько встреч. Да, да. И тогда я понимаю, что это полностью как-то правильно описывают гомогенные сообщества, но они и полностью этим не описываются. Есть какие-то другие варианты. Да. Вот. Это действительно так. Теперь, что касается, собственно, Ника Лэнда и минусов, да, каких-то минусов. Ты знаешь, я в принципе не оцениваю мыслителей как вот плюсы есть там или минусы, да. Я не выношу какое-то суждение, да. Я скорее пытаюсь понять логику, да, и то, как описывается эта ситуация, да, у того или иного мыслителя. Поэтому я могу, собственно, сказать о том, что по поводу твоей смысловой ремарки, да, о том, что она связана как раз с очень хорошей книгой, которую написал Бадью по отношению к Делёзу. И смысл этой книги заключался в том, что, несмотря на то, что Делёз предстаёт перед нами как такой вот фрагментированный, да, мыслитель, который отрицает единое, а единое автоматически мыслится как подключение к консервативному чему-то, Бадью говорит, что у Делёза на самом деле есть единое. И это единое время. То есть у Бадью есть такое прочтение Делёза, что время становится тем самым единым для Делёза. И на самом деле Ник Лэнд, на мой взгляд, путь к его консервативной мысли лежит через определённое отношение к концепту времени. То есть он как раз берёт Делёза, пассажи о времени, и как раз именно то, о чём говорит Бадью, да, то, что единое создаётся на основе определённой темпоральности, он это и доводит до предела. Поэтому для меня это такая линия, значимая для обсуждения. Теперь, что касается апологии, да, в каком смысле, мы всегда должны думать, в каком смысле апологии. Я не призываю к монархии, например, да, или там к тому, что необходимо снять конфликты, связанные с феминизмом, с рабочим движением и так далее и тому подобное. То есть я не говорю, что мы сейчас должны мыслить там единое и так далее и тому подобное. Я говорю о том, что современная ситуация, да, она состоит из вот этого обновлённого конфликта левого и правого, в котором мы не можем автоматизм... Нет автоматизма политического. И вот все мои тексты, да, на которые ты ссылаешься, да, вообще, то, что я пытаюсь помыслить, это попытка помыслить вот это перераспределение, которое произошло, да. Именно поэтому я и обращаюсь к таким темам, которые могут прочитываться как консервативные, скажем, там, для меня важен разговор, скажем, о Боге, да, теоретический разговор, о теологии, да. Это не значит, что я вас призываю к чему-то конкретному, или к РПЦ, да. Вот. Но для меня является важным, что и сегодня религиозное, да, оно находится в ситуации разделения и перераспределения, да. И мне всегда важно вот эти раскалывать понятия, в первую очередь консервативные понятия важно раскалывать, и определять, что мы можем использовать в этом, в таком моменте, да. Вот. Можно я добавлю один очень важный момент, что вокруг этой презентации возникло очень интересное, тончайшее замечание Кирилла, точнее, наблюдение, это visual status, Кирилла из Третьяковки, Кирилл, как его... Светляков. Светляков, да. Вот. Когда он рассмотрел вот эту фотографию олимпийской сборной, он говорит, ребята, а жест-то посмотрите какой. И вот здесь, понимаешь, вопрос в том, что как мы, я абсолютно с тобой согласен, должны постоянно всматриваться в консерватизм и находить там какие-то отнимательные... Да, да, это борьба, да. ...переприсваивать какие-то вещи, но мы должны помнить о том, что консерватизм делает то же самое. То же самое, да. Но тут уже происходит полный сдвиг сознания, ты понимаешь, что с тобой играют очень не идиоты. Да. А люди готовы заложить какие-то такие сложные коды эмансипации туда, где вообще ей не пахнет. Вот. И вот это для меня был такой очень большой урок. Вот из этой прост... Ты не заметил этого, да? Нет, я не заметил. Я тоже не заметил, но Кирилл это привел и привел в параллельность. Вот этот жест. И этот жест олимпийских игр, как черно-американский спортсмен, приветствует, как бы, ну, восьмой борьбе. Мне кажется, это вчитывание, на самом деле. Это абсолютно идентичная копия. Это вообще копия один-другой. Копия? Я тоже так буду стоять на пьедестале. Нет. Я могу так стоять на пьедестале, потому что у меня поднимать рукавы, потому что я... Коль, это олимпийский пьедестал. Это иконическая картина. Это иконическая картина. Они просто об этом не думают. Коль, эти люди перерыли... Антифашистский дискусс апроприирует. Эти люди перерыли все виды, в которых употребляется форма, все жесты. Да, на «Черных пантер» нет ни одной ссылки, ни в официальном, ни в псевдоофициальном дискуссии вообще. И не будет никогда. И поэтому этот жест не считывается никем, и поэтому он никому не нужен, поэтому его никто не создает. Собственно, я такое понимаю, здесь ситуация. Чистая случайность. А мне кажется, что... Чистая случайность. Но здесь важно, да, что постоянно... Потому что мы любим visual status и любим находить какие-то... Но те дизайнеры, которые на них работают, они тоже... Сложные. Там не дизайнеры работают, когда ты выходишь на педестал, ты как бы... Дизайнер ничего не сможет продиктовать. Почему если на педестал? Это жест черного спортсмена в поддержку черных пантер. Да, именно. Черные пантеры выходят, черные спортсмены выходят с этим жестом сознательно, а этот человек просто поднял руку с кулаком, все. Какой человек поднял его? Спортсмен. Это макет. Советский русский спортсмен 16-го года случайно поднял... Он не поднимал руку, это модель, Коля. Блядь, ты вообще там нет ничего, это модель. Это модель вообще, это модель. Жест радости. Я хочу сказать еще, что на самом деле, что такое другое название неореакции в современном контексте таком интернета, это формализм, то есть по-другому политический формализм. И на самом деле, если мы обратимся к консервативной мысли, то окажется, что самое главное для консервативной мысли – это, собственно, не содержание того или иного жеста, а форма. То есть, если мы говорим о религии, то это, в первую очередь, церковь, как формальная структура. Причем неважно, как ты определяешь себя внутри этой церкви. Условно говоря, Десад мог сесть и молиться сатане, скажем, в церковь, но если он заходит в церковь, он поддерживает уже институт, и консерватизм борется за то, чтобы сохранить сам институт, чтобы была церковь, была монархия, например, как именно формальный институт. И именно из этого исходит мое прочтение институциональных проблем сегодня, что институции современного искусства, по крайней мере, как я их наблюдаю, скажем, в Москве, они построены по именно этому формальному признаку, что делают выставки, самоорганизованные сообщества у нас, по формальному признаку в основном. То есть у них акцент идет именно на вот таких вещах, сделать выставку, именно выставку сделать, как форму. Я сейчас видел электроэто в Excel картинки, это вот формализм в кубе уже. Да, да. Но они борются за сохранение этого формализма. И если вы читали мою статью, посвященную этой как раз проблеме, то вы видели наверняка комментарий Боровского, который сказал о том, что, ну, собственно, такое ощущение, что вы не рады. Он мне говорит, вы не рады, что мы вот строили институции, создавали вот современное искусство, вот появился гараж, вы теперь можете не выставляться, а что вы не рады, вот говорит. А потому что для меня проблема уже совершенно в другом, да, что они есть, да, и они осуществляют некоторую формализацию, да, и эквивалентацию, которую все мы чувствуем, да, вот кто работает в этой сфере, мы это чувствуем. Соответственно, просто так сказать, а заметьте, что искусствоведы более старшего поколения, они рады как бы всему искусству современному. То есть они говорят, вот, вот это хорошо, хотя бы современное, да, и вы сами тоже по формальному признаку. Причем их, это такое поколение, которым разрешили, да, впервые показывать официально, и вот они просто этому рады. И они рады любому, собственно, лишь бы было современное, лишь бы по языку совпадала современность. И я эту проблему и описываю, что у нас возникает буквализм, который реакционный формализм, да, в том числе и в отношении, я не знаю, записывается, нет? Записывается, да. Записывается? Нет, могу выключить. В том числе и в отношении электрозавода, скажем, да, там. То есть, нет, вопрос в том, вот я тоже делал выставку, и художника с моей первой выставки в самоорганизованном сообществе, в таком вот, понимаете, я же и себя критикую, потому что я тоже связан с этим дискурсом самоорганизованных сообществ. Первого художника с моей выставки позвали, в ГТГ сразу. Его первая работа публичная в центре красный, которая там вроде бы должна быть такая, знаете, там, самоорганизованная и так далее. Его первую работу берут и отправляют в ГТГ. То есть, это мир не такой, что ты там, а просто ты телепортируешься сразу в музей. Ну, представляете, самоорганизованное сообщество в музей без всяких проблем, никаких вопросов, да. И вот именно это состояние я описываю, да, что, на самом деле, вы возьмите, как бы, искусство, да, вот такого рода, вы перенесите ее. Вполне легко очень поглощается, потому что идет именно формализация. Ну, вот, реплика, которую я хотел сказать. Друзья, да, все уже не стали. Еще по поводу религии я немного скажу, да. Давай, давай. Очень важно, что, на самом деле, вот в России очень мало кто, с кем я общаюсь, знают, что существует, например, такое направление, как теология освобождения. Очень важный контекст, да. Или о том, что, например, многие левые в Великобритании образуют сообщества левые верующие. Это активная группа. То есть, религия не обязательно консервативна, собственно. Она становится консервативна, когда формализуется в институт, да. И в Москве очень сложно об этом говорить. Говорят, если ты левый, ты должен, как бы, быть атеистом, получается, да, в таком формальном тоже смысле, да. Либо наоборот, да, ты должен, там, еще что-то. Но я думаю, что необходимо как раз и религию вырывать из вот этого, да, и говорить, что вот мы спорили все время с Сашей Новоженовой, да, она говорит, что, там, типа, нельзя читать Библию и Коран, да, потому что это вот реакционно. Да, ладно. Ну да, она говорит так. Но дело в том, что там уже... И, соответственно, я говорю, что нет, существуют, как бы, многие прочтения, да, существует тоже борьба за эти тексты, внутри этих текстов существует борьба, да, как и внутри всех больших текстов, да, вот и в «Капитале», да, существуют подобные вещи, которые мы по-разному... Как апологию соцреализма мы можем прочитать, как апологию радикального конструктивизма, да, мы можем прочитать Маркса. Это не то, что мы читаем, это у Маркса существует это противоречие, да, между вот этими режимами. И поэтому нельзя сказать, что вот всё религиозное сегодня, да, ты совпадаешь обязательно с официальным дискурсом, там, какого-то там РПЦ, например, да. И вот это всегда очень важно, что всегда необходимо отслаивать эти вещи, да, и представлять их таком тактическом, да, мыслить тактически, да, вот. И чтобы мыслить тактически, нужно опознать оппонента, да, вот я сегодня пытался обрисовать, да, вот эту фигуру. Спасибо. Супер. Большинство. Спасибо. Спасибо.